всем привет друзья то на стриме сразу пожалуйста поставьте лайки надеюсь меня хорошо видно и хорошо слышно так 350 человек сейчас подтянутся все по какому пути мы сегодня идем расскажу вам значит мы идем сегодня по пути такому у меня есть план на стрим и мы будем его придерживаться есть очень много тем на сегодня спасибо новым спонсорам спасибо вижу есть план на стрим наверное больше тем чем сегодня не было никогда нам нужно успеть все сделать успеть ответить на ваши вопросы мне нужно успеть кое-что у вас спросить и рассказать про план на следующую неделю про контент план натали михайлова вы есть у меня в инстаграм если вы в майами мне просто интересно мне очень мало людей кто с майами спасибо что смотрите я должен вам много чего сегодня показать не показать зачитать рассказать кнопка супер спасибо наскільки я розумію є тільки у тих кто фізично находиться не в украине так працю как из дивно youtube люди просять зробить щось донатами на стримах для для дела для каналу покише не зробил чули новину паша мерседес знову на воле опевса порешал аллилуйя да чу и нічого дымного и сегодня богато процебуда привет денис хорошего стрима рада что вы познакомились гарри табах последние несколько дней просто живу в вашем канале благодарна за ваш труд спасибо я вижу вы тоже в америке спасибо большое так что то мне нравится как флаг стоит так где стрим да вот он лайки друзья не забываем лайки я виталий и у меня нет никакого супер спасибо странно под стримом должна быть такая виде доллара кнопочка но это такое это и есть есть по желанию нет че потрібно ревняти цены 95 бензина с курсом доллару бензина с 55 гривень доллар також мая бути те что здесь бывает это просто маніпуляция это не маніпуляция ндс пдв піднявся с 7 до 20 не піднявся а повернувся а на початку війни его ведмінилы кто-то зроби гетманцев поддержка запада слабеет если верить они верят зеленскому не 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 давайте сейчас я включаю список тем ну давайте во первых в 60 такие будут и глобальные темы и новости как бы надо обсудить давайте по последней пресс-конференции зеленского значит он продолжает утверждать про границы 91 года он сказал что выход на границе 24 февраля 22 года не является основанием для начала мирных переговоров компромисс если нас берут в нато это не является поводом для территориального компромисса с российской федерацией много много чего другого я это близко к сердцу не воспринимаю потому что вы знаете что я его презираю но всегда должен быть объективен оставаться объективе и вот что я хочу сказать для чего он это говорит объяснить просто хочу многим значит вот он это говорит без компромиссность только так он это говорит не для нас с вами он это говорит для запада если он сейчас публично покажет готовность минимальных переговорам к территориальному компромиссу запад тут же этот сигнал ловит запад хочет очень сильное окончание войны и говорит все давайте сейчас садимся ну ты же понимаешь нам и оружие все тяжелее давать и короче это он пытается сохранить больше территории я здесь ему ничего не могу сказать и вы знаете у меня сто процентов претензий по внутренней политики вот собственно и все вы должны это понимать и когда вы будете такое читать слишком близко к сердцу не принимать когда настанет тот день когда нам уже действительно перестанут давать оружие а его нам дают намного меньше чем нам нужно и тут мы плавно переходим к теме заложного мне заложного ну он не тот человек который нуждается в какой-то жалости я скажем так мне кажется понимаю его сейчас ощущения на самом деле на залужном сейчас возможно больше ответственности чем на зеленском вы представьте генерал командующий нашими войсками весь мир смотрит под микроскопом ответственность глобальная народ верит как в никого вот поверьте народ верит залужного как никого как никого и я думаю большинство вас и я и он заявил западной прессе что война это не шоу и типа здесь не надо требовать там короче быстрее и так далее я это хорошо понимал всегда и вам это вроде как пытался объяснить поэтому тут ситуация очень тяжелая ему надо идти в контрнаступление а не чем но вы должны так же понимать вот многие там обижаются на него то он такой же как зеленский то вот он в интервью сказал тоже границы 91 года мы тут собрались вроде как все взрослые разумные люди как вы себе представляете идет война тяжелейшая обстановка есть военно-политическое руководство страны зеленский будет говорить я я хочу я понимаю что до границы 91 года а заложный а я считаю что мы можем идти на территориальный компромисс ну как вы видите как такое может сказать главнокомандующий вооруженных сил украины во первых пойти в разрез президентом во вторых ну как это демотивирует его бойцов ну то есть от него ждать другого это надо как бы это осознавать просто он ничего другого говорить не может и не будет вот и все поэтому все случится так как должно случиться я это могу делать потому что я не официальное лицо я частное лицо допустим я считаю что я приношу много пользы людям своей общественной деятельностью но многие так не считают я сегодня вам покажу конкретные примеры расскажу вам свои мысли на этот счет мы даже сегодня чуть-чуть поговорим обо мне то что я почти никогда не делаю вот такие вот дела так некий шахат дарит спонсорство не к некоторым нескольким пользователям канала зрителям спасибо большое шахат не знаю кто вы но огромное вам спасибо химик интервью гордону сказал что есть сомнения за границы 91 года ну понимаете вот вы чуть опережайте сегодня мой план но я вам скажу когда это говорю я зрадных зрадных все вот что не скажи зрадных когда это скажет военный но можно и задуматься и я к такой участи ну нач начнем заниматься тем чем я занимаюсь я всегда был готов к этой участи это вообще давайте об этом сегодня позже потому что это очень серьезная тема нужно об этом сегодня поговорит я вам сегодня расскажу несколько бытовых примеров и что у нас может ожидать после войны внутри украины имею ввиду внутри общества так вообще я хочу вам сказать путин 2014 году строил весь этот ужас который он сделал сато с аннексией крыма лднр устроил он дал нам конечно шанс на объединение на консолидацию нации просто сумасшедшую и это не консолидация там давайте все на украинской мове помните пришел порошенко вся эта беда случилась началась такая волна люди начали выходить красить нас начали отжимать территории одну за одной одну за одной и начали люди выходить например в киеве везде в оба много во всех городах видел какой-то там мости какой-то забор какой то есть надо его в желто-блокотный колер покрасить то есть это хорошо было это как раз отлично было но с этим нужно было делать реформы и мирить общество пришел порошенко и вбросил наоборот чтобы общество грызлась между собой то есть вместо чтобы склеить он продолжал разъединять для чего ему нужен был электорат западной украины вот и все а его там вообще не любили это не сказать ничего но армия мова вира а именно томас и мова все его в него влюбились и так далее и так далее ему там помог ющенко в этом вот и все поэтому все довольно просто и майдан то и майдан точно так же прекрасное явление вы знаете я за это все но вмешались некие силы большие деньги большая игра и поставили на сцену негодяев люди ну поставили значит надо если люди воспротивились и сказали мы не хотим этих троих вот тогда бы все было по-настоящему и возможно не было бы и войны и всего остального и так далее теперь я хочу сказать принципе вот эту ми такую одну из тем но сегодня такой вроде как разные темы на самом деле в конце стрима это все воедино у вас сложится если вы от начала до конца посмотрите да всему лико дякую если я все бачу дякую вам за хорошие слова и что дивитесь меня значит я понял для себя одно и вот я сейчас вам сегодня все расскажу и вы тоже думаю к этому придете знаете я понял нас не путин не уничтожит украину и даже не госаппарат хотя чиновники госаппарат и офис президента все делают чтобы уничтожить украину изнутри вот прям все просто зеленский сам может быть это делать не осознавая он не хочет ничего плохого украины он просто ни в чем не разбирается но это вы знаете эту тему уничтожит если украину кто-то и уничтожит то это будем мы сами ну не мы с вами кто на стриме у меня таких людей нет там может быть единицы какие-то я смотрю что происходит в обществе это просто ну есть люди взрослые то такое обеспеченные успешные медийные какие угодно и такую глупость вкидывать в аудиторию не осознавая своей ответственности за то что ты делаешь война наступление они берут опять мова мова ну зачем ты это пишешь в такой момент ну напиши ты падла пост о том что давайте не будем ссориться давайте какие-то вводные дай людям чтобы их объединить чтобы не делить запад восток север юг и все остальное центр не он напишет что-то про мол я просто не понимаю а там же сидят вот эти вот как знаете запустили показали красную тряпку на быка и пошла жара теперь бытовой пример значит есть я не буду называть имя фамилию этот человек на фронте находится я с ним как бы лично не знаком но в конце уже скажем перед войной в этот период я начинал там финансовый бизнес вы знаете лизинговую компанию и меня с этим человеком должны были познакомить он финансовой сфере такой приятный разумный парень он старше меня наверно может лет десять мы должны были вот вот с ним познакомиться я так видел его там фейсбуке видел что он на фронте и в начале войны помните когда гетманцев чуть-чуть как бы оперились они гетманцев начал тут же исполнять он где-то в марте-апреле выступил тик ток или ну короче видео его в тик токе видел это мне друзья позбрасывали общие знакомые с ним типа мы тут на фронте предприниматели что ты там творишь как бы шугануть его пытались помните тогда петицию бизнес написал и тут я захожу вижу этот парень уже без ноги у него уже протез мне стало безумно жаль я листаю его ленту и я натыкаюсь значит на такой пост типа помните недавно неделю назад случилась беда о большое спасибо виталий балабазь огромнейшее спасибо за поддержку канала эти два парня пацаненко подростки по 16 лет в бердянске которые короче погибли ну как они там как партизан или погибли видео это было страшное дело и он пишет значит такой пост не дословно но примерно типа он русскоязычный был уже известно на украинской мове значит я поясню батькам цих хлопцев где были те люди где были те человеки яки зараз больше пишут мы на экономичном фронте ну и добавляете по героям слава в этом я ничего не стал писать естественно но самый страх в этом посту возможно просто когда ты такой переживаешь как он это что-то ломается внутри но это честно говоря очень плохо то что это написал потому что потому что и в комментариях он там ему начали некоторые кстати говоря спрашивать чего ты так думаешь все он пишет что я там со времена то дал донатов на миллион долларов все остальное а там сейчас кто-то сидит в польше 500 гривен кинет и начинает рассказывать что он на экономическом фронте понимаете реальность реальность она другая его позицию понять можно но реальность она другая реальность она в том что у каждого разные возможности то что кто-то куда-то кинул 500 гривен так он может быть десять раз куда-то кинул в разные точки по 500 гривен потому что одни собирают на животных вторые для людей гражданских потерпевших третье для зсу 4 на реабилитацию для зсу вы сами все это видите прекрасно знаете второе я не понимаю как можно осуждать человека который просто испугался например и у которого дети я знаю людей массу которые уехали мужчин вообще по разным причинам кто-то и большинство из них позиция открытая я все что сделал в украине бизнес это было не благодаря а вопреки я не выбирал где родиться я родился я платил налоги рабочие места сейчас доначу я принял решение обеспечить безопасность своей семьи я в этом ничего плохого не вижу когда была гражданская жизнь предприниматели ж не врывались к тем у кого нет денег а ты чё сидишь ты чё тут и что ты тут налоги не платишь а шо но это же тоже поддержка государства а теперь обратная ситуация это очень гремучий коктейль может случиться после войны я почитал этот пост я расстроился потому что я не по поводу там как-то себя вы все знаете мою ситуацию я могу сказать если бы не моя политическая ситуация если бы я не заводил канал скорее всего мне пришлось бы уехать я я планировал тогда честно релокацию бизнеса сделать и мотаться между странами помните обещал федоров где такое сделать хотя я и так мог выехать но я сейчас просто не могу многие вещи рассказать но суть от этого не меняется как-то это все не хорошо получается мне симпатизирую парня как его фамилия выше баба если не ошибаюсь да он так пытается рассуждать я вижу что он такой неглупый неглупый с образованием видимо самообразованием что-то прочитал что-то послушал умные какие-то пытается делать выводы другой вопрос когда сейчас кто-то кайфует и выставляет свои кайфушечки тусуясь в клубах там все на фэшнебельных отдыхах это совсем другой разговор мне сам я не осуждаю мне допустим неприятно это видеть но я не осуждаю ну кто-то при рождении спрашивал где-то родиться начался дойдет американец по улице он родился здесь он живет свою жизнь кто-то родился в украине получается так что все те кто эту украину поюзали не предпринимателями дула чиновники они богатеют а тут все люди пострадали и еще кого-то пытаются обвинить в том что он не какой-то не такой то я знаю людей которые признавали что я не чувствую себя здоровый физически я не чувствую себе внутренних сил моральных там каких-то идти на войну как как осуждать этого человека все рождаются с разными возможностями поэтому я не осуждаю никого мне может нравится я лично и вас призываю это делать человек принадлежит самому себе он не принадлежит государству тем более такому государству я могу сказать другое если не дай бог завтра будет война ну это так конечно из области фантастики в сша не надо будет закрывать границы потому что сша дала столько своему народу своим людям они будут воевать и они не захотят уезжать сами не захотят просто пойдут воевать все вот донати тут точно никого не надо будет потому что баба куча у государства и ну да когда я рассказывал каком-то видео да не это не на стриме было по моему последнем видео когда там все восхищались 12 лет не девочка или 15 лет не него 12 лет и по моему которая собрала пида 12 лет которая собрала 15000 донатов для зсу это позор государства приговор приговор кто-то барабаны закупает на миллион гривен а девочка соберет деньги и мы ой как хорошо да это кошмар на кошмар на это кошмар на вот что я могу вам сказать так что война меняет людей и я же говорю некоторые военные говорят мы тут воюем чтобы ты лужилась люди вели привычный образ жизни но просто я не я я же говорю я не вих я не берусь обсуждать тем более осуждать вообще я для себя создаю я всегда на фоне любого военного буду проигрышной ситуации я никогда их не обсуждаю вы знаете один раз я написал недавно один пост про маркуса я знаю где где что где зарыто пока это озвучить естественно не буду до конца войны и он в окопе и нет его тоже не буду но я много чего знаю вот собственно и все а так вы знаете я никогда военных не трогаю я только помогаю но мне нравится когда люди пытаются рассуждать мне нравится тиктоки военных не распиаренных просто человек на гражданке чем-то занимался по повестке или под добровольцем пошел на войну он осознает что что творят чиновники потому что ему не хватает всего мне понравился перед стримом прочитал после басти новича значит суть его в том знакомые пишут там я же это все читаю и мои знакомые или там через там несколько рукопожатий не хватает касок то мы про дроны с вами с машинами говорим это касок не хватает лопат не хватает что что делается вообще и кого здесь надо обвинять вот скажите а теперь представьте чтобы мы с вами не оказывали медийное давление на власть чтобы они чтобы дело резника вы можете представить если бы эти яйца не разоблачили все остальное а второе не могут же всех мужчин призвать чтобы на улице мужчин не было но экономика то все равно нужна какая бы она ни была мы все остальное ну то есть знаете как любая крайность это нехорошо надо все-таки балансировать может сумбурно но я попытался объяснить свою точку зрения на этот счет зачем вы трогаете маркуса я вам объяснил что я не трогаю маркуса а высказал момент непонимания почему он у него фонд серьезный он спросит деньги что нет дронов и тут же когда ты говоришь нет дронов значит у тебя претензии к государству минобороны я так это воспринимаю и когда на них собираешь деньги что минобороны обязаны за полтора года обеспечить на следующий день мы видим как он фотографируется с фирмаком зеленским это не претензия а констатация факта что я этого не понял какая может быть претензия вам она третий раз повторить что я не в окопе а вон в окопе я не обсуждаете кто в окопе не могу этого делать зачем вы трогаете марку выйдите со стрима и все если вы слышите что-то свое и тут я вам расскажу благодаря этой они значит случай опубликовал я видео фейсбук я не веду там просто публикую ссылки на видео прилетает женщина которая здесь живет тоже ну это как бы коммерация майами просто выше я не буду говорить где выше чем я чуть-чуть как оказалось на 27 лет живет сша замужем за американцем по брат ее погиб под бахмутом а вы знаете я вам рассказывал я знаю из первых уст что происходит бахмуте и там нечем похвастаться в отношении внутри к нашим воинам скажем так что там же есть куча непорядочных людей для которых жизнь человека это ничего страдать всегда кто рядовой солдат а ты ловики кайфуют ну не всегда а часто в таких ситуациях я думаю вы понимаете о чем я и начинается вот вы это вот в итоге какая ко мне припишу какая ко мне претензия вот вы а претензий никакой нету что вы выехали вы выехали ей уже там подключаются подписчики вообще причину поинтересуйтесь она подумала что я в америке живу и тут умничаю про ну типа там 20 лет как она и тут умничаю про украину она не понимаешь девять месяцев вынуждена выехал потом подключается мужчина мой соплеменник живет в израиль доктор даже в израиле взрослый человек и тоже вам платит порошенко что вы дня весь день с утра до ночи поливаете нашего президента он правда граждан из дра израиля просто родился вырос в украине я пишу а зеленский для вас то уже украина короче он там что-то пытался кидать я уже как бы так проявил терпение обычно так не делаю объяснил ему он вроде кое-чего понял это просто вы понимаете люди сходят с ума культ личности уже построен я переживал чтобы что только это начинается на самом деле он уже создан и построен зеленский я говорю вам не напоминает эта ситуация за поребриком что там из путина значит это россия ты если не любишь путина ты не любишь россию люди просто сдурели и не осознают ужаса шо они вообще несут своим языком и шо не делают вообще по отношению одна живет в америке 30 лет второй живет в израиле 30 лет я я я знаю все прелести жизни и ведения бизнеса в украине я с этим борюсь как могу у них уже другая реальность наверняка гражданство все у них уже свои ст они уже граждане другой страны а ко мне претензии вот вам все одно исключение сегодня делаю на стриме дальше этого не будет пишет человек привет не хотите сделать эфиры с оскаром у меня за оскара просто бан скоро будет везде я месяцами говорю не упоминайте мне эта фамилия чем и рей на моем канале не будет и обсуждать чем рей я тоже не буду а вы мне опять если у вас нет головы вы не можете разобраться в трех соснах заблудились я могу вам помочь пожалуйста смотрите мой канал и теперь смотрите я не договорил этот вот парень который уже с протезом написал тот пост как он будет объяснять тем кто в польше он же подписался в манифесте который бизнес там и игорь мазепа подписал крупные инвесторы бизнесмены довольно видны подписали манифест зеленскому что беспредел творится баски шоу рейдерство что все собственно говоря беспредел как был таки остался как-то противоречие ты же возмущаешься ты же подписываешь манифест и на фронте конце концов воюешь ты же воюешь за другое не за этот ужас не за маски шоу ты же мою воюешь мы помогаем с этим бороться все как можем а если даже кто-то сейчас сидит и ни хрена не делает для украины я тоже не осуждаю почему я вам скажу если бы украина это была страна которая дала что-то своим гражданам только кому-то кроме чиновников без вопросов но знаю как украина только издевать украина не страна государства когда игры украина я подтверждаю чиновников страну мы все с вами любим обожаем и людей госаппарат чиновники государство нас всех имела так что должен осуждать того кто в ответственный момент сказала я не хочу свою жизнь или капиталом или чем или своей семьей рисковать чё осуждать такого человека денис мы каждую неделю садимся семьей смотреть ваш стрим уже как традиция передаем примет брайтон бич брайтон бич тоже привет спасибо большое и эти люди которые мне такое пишут друзья поставьте пожалуйста лайки давайте 2000 лайков сделаем эти люди которые такое пишут мне просто интересно а этот мужчина с израиля наводящий опрос ему задал он же вообще не в теме он не он не понимает что такое ермак что такое татаров он вообще не в теме гетьманцев вот сидишь где-то там в америке или в израиле или европе смотришь телек думаешь какой зеленский великий ну просто было супер государство вмешался путин все им испортил но мы-то сами знаем что происходит и мои подписчики одну особенно одна активная подписчица спасибо и вмешалась и пишет и на украинской мове дораче что у нас вообще-то есть очень и мы тут собачим что происходит на самом деле но по телевизору или там интернете или от знакомых они что-то слышат ты приди в украине поживи 20 лет а потом поговорим очень хорошо где-то сидеть ни разу вообще ничего не сделал в украине не понимаю реалии украины рассказывать что то но я же не иду итальянцам рассказывать у меня может быть есть какое-то мнение но я слабо верю что я завтра приехал в италию и говорю так итальянцы надо вам вот это вот это их страна я об этом ничего не знаю я со стороны по новостям какая-то картинка у меня есть чё я буду людям рассказывать как им жить ну ну просто караул денис вы можете продвигать многие идеи через петиций так как подписчиков хватит чтобы продвигать их президенту выданил ну наивный человек наверное я в петиции не верю сегодня перед стримом я в телеграм-канале попросил петицию автор петиции доротич я для предпринимателей меня никто не просил я сам увидел что они сделали для предпринимателей и это просто какое-то давление на госаппарат но самое главное что это для меня предприниматели я жду глобального разочарования предпринимателей чтобы они увидели что все что они делали по сей день а знаете что они делали ну либо ничего без действия либо просили просили нет надо требовать требовать и желательно заходить во власть у лидеров предпринимателей общественных движений другое мнение я не против но я буду делать то что я считаю нужно. Кто просить, вы знаете, какие есть движения, не буду напоминать. Кто требовать и совсем с другой стороны к этому подходить, те ко мне, пожалуйста. Все, тут все очень просто. Ручка с чиновниками договариваться, с Юлием, с Колем и Тищенко я не буду. Я читаю военных, один военный написал очень классный пост, чтобы списать дрон. О, это надо 10 кругов ада пройти бюрократию, представляете? А пока дрон не списан, тебе как бы следующее не дадут. Потом там, чтобы отпуск взять, вообще, вообще просто, ну, это не знаю, что легче сделать. Лицензию, наверное, на добычу газа легче получить в Украине. Кошмар, кошмар. Так если все будут молчать, куда это все пойдет? Ну, мы же медийно тоже над этим работаем. Надо же это осознавать. И давайте вообще на секундочку представим, что не случилась война 24-го числа. Вот просто Зеленский дальше рулит. Ну, он пришел на своих обещаниях тогда. Хотя я там не слышал обещаний, но, скажем так, на своих речах. Я голосовал против Порошенко, голосуя за Зеленского. Многие говорят, мы ему поверили. В чем? Я до сих пор не понимаю. Ну, ладно, это такое дело. Вот его рейтинг был вот так вот. Потом Зеленский получил возможность показать себя. И рейтинг был вот так вот. За время начала войны. Потом началась война. Кто спасал войну? Народ из СССР. Что для меня одно и то же. Ну, я. Для меня лично так. Тыл и тот, то это. Если все это для Украины, то это едино. Не чиновники. И все пошло вот так вот. Почему? Потому что Запад подключился, люди включились. И появилась возможность для красивых слов, которые пишет спичрайтер. Вот так, вот так, все. Но закончится война, и настанет время реальных дел. И все равно его рейтинг вот так вот спустится. И сюда добавится еще весь негатив, который вскроется ближе к окончанию войны. Вы узнаете те вещи, от которых вы сейчас, если бы сейчас узнали, сойдете с ума. Все, это не перспективно. Ну, мы прекрасно знаем цену этому человеку. Вот и все. Все очень просто. Кто-то фанат лично Зеленского, вешайте плакаты себе, целуйте его портрет, все что угодно делайте. Меня Украина интересует, не Зеленский. И для меня Зеленский, ты миллион раз еще повторю, это не Украина. Украина это наша с вами страна. А Зеленский это случайный президент, который попал, еще и война при нем случилась. Вот все очень просто, по сути дела. Директор ЦРУ был в Киеве с тайным визитом. Обсуждались мирные переговоры. Ну, сейчас где-то я хочу вам сказать, по-видимому, все-таки месяц-два и многое станет понятно. Я же жалко залужного. Вижу, что не дают то, что должны дать, чтобы хватило этого. Не дают, потому что хотят переговоров, не хотят. Все боятся Путина. Все-таки я для себя делаю вывод, все боятся Путина. Был бы Трамп, было бы совсем по-другому. С Трампом, боже, это отдельная история. Для чего я вам это рассказываю? Показать весь идиотизм все-таки в большей части наших людей. Показываем Трампа. Не любишь Трампа. У меня вот сейчас, наверное, на стриме 3200, многие не любят Трампа. Да пожалуйста. Я же не возражаю. Не любишь ты Трампа. Но идет интервью. Я показал интервью. Это не мои слова. Сидит лично Трамп. Лично Трамп от себя говорит. И говорит не о будущем, а говорит о прошлом. Рассказывает, как оно было на самом деле. Это же уже можно проверить. Это же факт. При Трампе не случилась полномасштабная война. Он сказал Путину, во время моего президентства этого не будет. Иначе я вам сделаю и не сказал что. И тот ему даже сказал, что не верит. Это интервью берет Такер Карлсон. Неоднозначная персона даже для меня. Комментарии. Массово. Я забанил миллион людей. Массово. Что ты нам тут этого пророссийского Карлсона? Да в моем этом видео вставке не Карлсон говорит, а Трамп. Если взяли демократические СМИ у него, СНН, я бы вставил СНН. Кто угодно. Я вставил, потому что это последнее, самое свежее интервью, где говорилось об Украине с русским переводом. Зробить то, что на украинской мове еще краще будет. Люди. Понимаете? Вот оно рациональное зерно, но им надо ненависть к Трампу. И никто не может... Все пророссийское, агент КГБ. И ты хоть что, не сделай никакие аргументы. Ты ему говоришь, что Джавалина дал Трамп. У него такие глаза. Нет, это не Трамп, это Байден дал. Ты ему говоришь, аннексия случилась при Обаме, и я уже даже сейчас, я все время обвинял там Турчинова, и я уже даже сейчас понимаю, и западная пресса, кое-что там было. Турчинов, может, и просил оружие, чтобы защититься против... тогда Крым, отстоять Крым и ЛДНР, ну, Донбасс, чтобы ЛДНР не создали, не дали. Так это Обама сделал. А главой администрации Обамы был Байден, или вице-президентом, кем он был? Вице-президентом был Байден. О чем мы говорим? Пришел Трамп, ничего, это было спокойное для Украины время. Да, вот, к сожалению, гибли люди, но это же не сравнительно с тем, что было сейчас. Было вот так вот, ровно, спокойно, был период, все решить. Что сделал Зеленский? Начал заниматься непонятно чем. Ну, просто непонятно чем. Он поехал на переговоры в Париж, потом хихикал над Путиным. Это же есть. Он хихикал, сидел над Путиным. Что ты хихикаешь, когда у нас нет ни бабок, ни оружия? Что ты хихикаешь? Я сейчас объясню, к чему я. Приходит Байден и начинается, просто начинается война, самая настоящая. Но виноват Трамп. Байден, Трамп много чего, джавелины дал, то, что никто не давал нам. Все забыли. Вернее, не знают. Пресса об этом молчит. Вся под Соросом или под идиотами. Из людей сделали идиотов. Хотя люди и сами не сильно противились. Теперь, к чему я веду? Если бы я был на месте Зеленского, я не претендую, естественно, на президентство, я просто моделирую ситуацию. Давайте буду говорить по-другому, что должен был бы сделать Зеленский. Когда Зеленский зашел на свой срок, еще президентом был тогда Трамп, Зеленский рассказывал в Верховной Раде при всех, что у него задача номер один закончить войну. Я ее закончу. Это я от его лица говорю. Ты знаешь, что Трамп имеет влияние на Путина. Очень серьезное влияние. Ты позвони Трампу, скажи, я хочу быть партнером Америки, я вас уважаю, я обожаю вашу страну. Помогите мне, пожалуйста, с Путиным решить вопрос. Я новый президент, я на волне успеха, у меня поддержала вся страна, у меня монобольшинство, мне нужно закончить войну. Давайте сядем, найдем компромисс. Помогите, будьте посредниками. Посредником выступают Шольц и Макрон. У Макрона уже у самого вся страна в огне, благодаря их политике идиотской. Это еще я прогнозировал, спасибо подписчикам, зрителям. Они знают, что я полгода назад еще сказал, что Франция вспыхнет такое, это похлеще, чем БЛМ было в США. И то, что мы видим сегодня, это только подготовка. Все самое жесткое впереди. Главное, чтобы оно не перекинулось на соседние страны. Вот что там нарулил Макрон своим социализмом. Все уже уезжают оттуда, никто не хочет делать бизнес у Франции, налоги 70%. Шольц, на удочке у Путина с компроматом. Тоже. То игнорил Украину, видимо, уже там Америка поддавила, вроде уже как-то что-то вынужден делать. Нет, Зеленский этого не сделал. Он поехал в Париж и начал хихикать над Путиным. И взял посредниками Германию и Францию. Ну, какая Германия и Франция, может быть? Ну, ты же как-то идешь в президенты, ты что не видишь, что это за люди, что это конформисты, что они торгуют? А Трамп их жучит все время. Он же в этом интервью рассказывал, я вставил, по-моему, этот эпизод, что я послал Меркель белый флаг. Она спросила, зачем? Ну как, если вы покупаете энергоресурсы у Путина и накачиваете его деньгами, вы уже проиграли. Как он жучил Столтенберга, уже тоже тысячу раз рассказывал. Вы хотите, чтобы я давал бы самые большие взносы в НАТО, а вы будете его наращивать бабками за газ? Нет, давайте поровну давать. Это же все делал Трамп. Ты же идешь в президенты, ты, блин, глаза имеешь и уши это посмотреть. Ты же полез в президенты, мы же тебя не заставляли. Ты же сам полез. Хотел аплодисментов. Ну, так может быть и получил бы их. Я бы первый аплодировал. Я же голосовал за Зеленского. Ну, что ж ты Трампу не позвонил? Наверное, в уши не то нашептали, а своей головы не было, чтобы что-то понимать. Так не понимаешь тех вещей, которые понимают другие, они иди в президенты. Все очень просто. Пошел и постарел на 10 лет Зеленский. Вот вам и итоги президентства. Антон, по поводу готивки. Давайте два слова. Значит, по поводу готивки. Для чего это делается? Опять же, попытаюсь вам объяснить свою точку зрения. Вы сейчас, думаю, поймете. Шурма это сказал не для реформ и даже не для показухи. Смотрите, какая мы инновационная страна. На самом деле, все очень просто. У них одна причина действительно попытаться отменить наличку в Украине. Не вывести это. Они все прекрасно понимают, что это глупость. Когда у тебя нет налички, физической возможности ее иметь, надобности, у тебя где деньги твои или твоего бизнеса? На счету. На банковском счету. На банковском счету каком? Украины. Не важно какой банк. Это все под контролем НБУ. Завтра, допустим, такой человек, как я, выходит в YouTube и начинает публично говорить все, что им не нравится. Что они делают? Они блокируют все мои счета. Оставляют меня без денег и мой бизнес. Все. И что? Вот для чего единственная причина, для чего им это надо. Для узурпации власти. Запад это, думаете, понимает? Нет. Поставьте лайки, пожалуйста. Рух Сейфоп это привез Доротича до влады на спине подприемцев, особенно в организации после остальных податковых майданов. А у какой влады? Доротича не мает никакой влады. Доротича это просто глава громадского объединения. Сейфоп. Вы имеете в виду привели его в лидеры руха? Да. Сейфоп как движение не имеет никаких шансов на успех. Ну, просто. Это без обид, без вообще. Никого не хочу обидеть. Жалко предпринимателей. Гораздо имея такую массу, можно было уже просто вы не представляете, что с этим геттмансовым сделать. Но когда ты подходишь к той самой линии конфликта и каждый раз отступаешь, у меня бы это вызвало подозрение. Запись стрима не просто останется, все стримы, начиная от первого, остаются на канале. В разделе трансляции, в плейлисте стримы. На днях заложенный прямым текстом заявил, что если оружия так и нет, нет, так и не будет, то по факту надо сдаваться. Это мудрый практик. Заложенный земли, это конец, это все. Я вас забаню просто и все. Вы, скорее всего, с России. Коверкайте здесь информацию. Пишет человек, у меня ненависть к Зеленскому уже больше, чем к Порошенко. Знаете, у меня нет ненависти ни к Зеленскому, ни к Порошенко. У меня просто я презираю одного и второго. Зеленского больше. Никогда не думал, что я такое скажу. Когда Зеленский стал президентом, я в это время, у меня дома находились мои друзья, они шампанское начали открывать. Я как бы понимал, не знал, что я скептик, мы так не любили Порошенко, мы радовались. Если бы мне тогда показали сегодняшнюю картинку, где будет Украина, где буду я, это кошмар. Как вы относитесь к президенту Сербии Вучичу? Почему он так быстро поменял риторику, стал более проукраинским в последнее время? Я не терплю президента Вучича. Не терплю. Но я их всех читаю, это все надо. После окончания войны будут бунты, если не откроют границы. Я расскажу вам, как будет. Значит, закончится война, никто границы не откроет. Закончится война, и они начнут это делать где-то через первая волна, через месяца три, через месяца три, для понимания, что она действительно закончилась, все, там, внутренние процессы. Через три месяца они, допустим, начнут отпускать студентов. Еще через три, еще кого-то. И вот это на год растянуть, только через год уже скажут, все могут выезжать. Вот и все. Там сначала студенты, и там те, кто по бизнесу, командировки, тра-та-та-та-та-та, еще там кто-то. Дима Кравец, война закончится максимум после инаугурации президента США нового. Максимум. То есть еще максимум полтора года. Денис, ты веришь в показания Медведчука, а именно, что Порох в свое время предлагал Путину забрать Донецк и Луганский? Если веришь, ты так понимаешь, ты поддерживал бы это решение, ибо там одновато. Если вы за меня уже все расписались, что я поддерживаю, ибо там одновато, то это на ваше усмотрение. У меня с Донбасса огромное количество друзей, знакомых, в том числе близких друзей. Друзей, у которых там погибли родственники, пропали без вести. Друзей, которые никогда не увидят свою школу, где они учились, свой дом. Поэтому послать бы вас на три буквы и все. Я хорошо понимаю Донбасс, и проблема Донбасса на самом деле, и то, что там ваты много было, это недоработка всегда была государством, как и по Крыму. Ни Донбасс, ни Крым не нужен был украинской власти, никакой. Все эту Украину только юзали, а пострадали в итоге люди. Вот и все. Я знаю, как можно было сделать так, чтобы вообще не было отличий и этих дурных разговоров, кто где и какой. Пришли же очень умные, а у вас же как, у таких как вы. Ух ты, он премьер-министр, он, наверное, страшнейший умный человек. О, это мэр, но он это точно лучше знает. Так я сейчас готов прямой эфир с Кличко сделать с Виталией. Мы посмотрим компетенцию каждого. Этот человек 10 лет мэр города Киева. Мы проверим. Давайте. По поводу украинского, что не будет украинского дубляжа в кино, я до сей день не верю. Но если это правда, то это только подтверждает диагноз этой своры, которая находится у власти. Ставьте лайки, друзья, это очень важно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В закрепленном комментарии ссылка на телеграм-канал. Мы всегда там на связи, для оперативной связи. Пожалуйста, подписывайтесь. Кто хочет стать спонсором канала, тоже подписывайтесь. Денис, как относитесь к перспективе полной мобилизации, если основываться на слитых доках в США? Расскажу вам прикол один. Пишет мне подписчик, что выдернули из контекста часть стрима моего, разместили в каком-то телеграм-канале и подписали в 2024 году будет мобилизация в Украине. И там процентов 30 комментариев. О, так это же известный, меня называют сепаратистом. Сепаратист тот человек, который за отделение территории какого-то суверенного государства. Где я, когда выступал за отделение украинских территорий? Расскажите, пожалуйста. Но всякая мразь такое делает. Вот вам и все. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, перспектива полной мобилизации, на самом деле, что я говорил там и повторю сейчас, если все будет идти так, как идет и не будет переговоров, то сейчас, собственно, уже идет мобилизация. Как назвать то, что происходит? Сейчас массовый шмон идет. У меня есть даже, я не буду озвучивать некоторую информацию по цифрам, где какие задачи, сколько поставить на учет. так она уже идет по факту. А минимум, когда война закончится. Ну, прям в суперперспективных раскладах в этом году. То есть, вы берите для себя начало 25-го года крайняя точка. Ну, это просто 99,9%. Так, Павлоград, дякую вам, что дивитесь. Кто ваш спонсор? У меня 1090 спонсоров на вчерашний день. Это зрители моего канала. Вот и все. А другие спонсоры зачем? Зачем спонсор? Чтобы купить такой микрофон, так я и сам в состоянии. Или что? Или ноутбук, так он у меня был. Фиолетовая лампа? Так она стоит 15 долларов. Для чего спонсор? Скажите, пожалуйста. На старте, когда нужно было превью рисовать, вкладывал свои деньги, делал, сейчас за спонсорские это делается. О чем вы говорите вообще? Какой спонсор? Или я кого-то продвигаю? Да, я залужного продвигаю в президенты. Поперечнюк не хочет, продвигаю залужного. Я говорю, знаете, я зашел кому-то на канал послушать, а потом комментарии почитать. По-моему, Балашов это был. Комментарий. Там Елисевич залужного продвигает в президенты. Я минут пять смеялся, я просто себе вот в голове что у этого человека? Как он себе это видит? Я год в медийке, да, там 120 тысяч подписчиков, ну чуть больше года, год и три месяца. Алло, Федорович, короче, не знаю, ничего не знаю, идешь в президенты. Все, ничего не знаю, пойдешь в президенты. Что там контрнаступление? В президенты пойдешь, я тебя уже продвигаю. Вот так вот это себе человек продвигает, представляет. Ну то есть в голове у людей просто я, мука какая-то. А вы говорите спонсор. Ну вот у вас тоже получается мука в голове. Кстати, в тему. На этой неделе имел неосторожность. Я хочу просто свой ТикТок, там сейчас нормальная модерация. Я хочу до 100 тысяч раскачать ТикТок. Там сейчас 1036 у меня, но это прям супер пассивно. Там иногда выкладываю какие-то видео и там раз в две недели стараюсь проводить стрим. Привел стрим. Друзья, это было просто удручающе. То, что здесь у нас сейчас с вами, это какой-то по комментариям, по нашим, это Гарвард. У нас здесь Гарвард, а там какая-то помойка просто. Ну, нет никаких культурных слов, чтобы это описать. Поэтому сведу их там к минимуму. У меня нервов просто не хватит. Или же, если там будет много людей смотреть, там сейчас около тысячи обычно, просто модератора посажу сразу же, просто сразу банить без разговоров. Я вам просто передаю свой опыт. 99,9% случаев я с первого сообщения знаю, чем закончится мой диалог или дискуссия с человеком. Я прекрасно вижу, кто хочет разобраться, а кто там как бы пытается нарваться. И с какой целью и все остальное. Бессмысленно. Забанил и все. Ну, там 0,01% не попал, процента, это был действительно нормальный человек. Такое, знаете, как обочное у лекарств. Всех лечит, там 0,01% пострадают. Вот так и здесь. Денис, как вы думаете, уже поздно поднимать тему повышения электроэнергии для предпринимателей и населения? Вчера Зеленский втык дал за поднятие воды. Думаю, что странно, а изучил тему завода в местный бюджет идет. Значит, смотрите, во всем мире все дорожает. там, по-моему, только в Финляндии дешевеет электроэнергия, если я не ошибаюсь, уже почти 0 стоит или минус скоро будет. Короче, весь вопрос в том, что граждане должны зарабатывать. Конечно, будет дорожать, но смотрите, что мы имеем на сегодняшний день. Войну с непонятными перспективами. Ну, так, это мы с вами, я там свое мнение высказываю. А так, если открыть новости, русскому человеку, который там не политизирован, не глубоко в материале, не ясно. Но ясно одно, что есть шахеды, ракеты, тревоги, подорожало топливо, с топливом дорожает все, а тут еще подорожает вода, подорожала электроэнергия и для личного пользования, и для бизнеса. Масский шоу, рейдерство осталось, налоги, единый налог подняли с двух до пяти, проверки вернули, а президент, это мы сейчас подходим к чему, вот сейчас он дал пресс-конференцию по войне, внешняя политика, нет вопросов, а перед этим он там болтал про внутреннюю. Я сделал видео, я просто смеялся, это какая-то, это голобородка был. А президент рассказывает, триллион БВП, а президент рассказывает, надо, чтобы вернулось, меня, наверное, послушал, надо, чтобы вернулось больше, чем выехало. Ты взрослый человек, он сейчас фактически ведет предвыборную кампанию, вы же поняли? Та пресс-конференция, это была предвыборная кампания. Ты сядь себе листочек, напиши, что ты декларируешь, а потом сядь листочек, новости открой, Зеленский точно пользуется соцсетями, открой новости. Если ты с собраний своих, с круглых столов не владеешь информацией, тебе там теплую ванную сделали, открой и посмотри. А потом введи в Ютубе жизнь украинца в Италии, в Польше, в Германии и посмотри, кто оттуда вернется. 45% всех квартир за последний год, которые купили иностранцы в Польше, были куплены гражданами Украины. И украинцы на третьем месте по инвестициям в недвижимость Турции. 45% квартир, это примерно, а всего квартир 10 тысяч. Это 4500 квартир купили украинцы в Польше. Друзья, вы можете себе в голове поместить эту цифру? 4500 квартир. Я вас уверяю, что средний чек больше 100 тысяч евро. Это полярда евро, полмиллиарда евро минимума инвестиций в экономику Польши. Дуда вот так сейчас развалился и с сигарой сидит, думает, вот это кайфушечка. Сейчас еще ядерку, если Дуда выбьет в Америке. Все. Польша единственная страна ЕС, которой 28 последних лет растет экономика. Рабочая сила хлынула. Причем какая рабочая сила? Рабочая сила в виде украинцев. Это не мексиканцы, это не Средняя Азия. Это серьезно. Это люди с этой же культуры, с образованием, иногда еще и с двумя, с дисциплиной и все остальное. А еще с бабосиками многие и купили квартиры. Сейчас многие станут на ноги полгода-год и ипотеку возьмут. В Польше понятная ипотека. Все. Все. А он рассказывает, что вернутся. Продадут свои квартиры и вернутся в Гетьманцеву. Да? Или вернутся к министру МВД, который обещает мужчин, которые как-то не так выехали, наказать. Еще ничего не закончилось, но уже наказать. Шурмайте все, Миловановы, клоуны, ездят, железняк, ездят по каким-то конференциям в Лондон, считают бабки, сколько надо, чтобы восстановить Украину. Война закончилась. Вы уже знаете, война закончилась. Ну так вот, опубликовали, что последствия взрыва Новокаховской ГЭС 2 миллиарда долларов. И тут же публикуют, ну наша пресса, не американская, наоборот, говорит, что ничего не будет. Наша публикует, что могут хлопнуть ЗС. Значит, еще миллиардов 10 долларов. Так что вы там сейчас считаете? Война не закончилась. Что вы там считаете, клоуны? Не, они считают. Они считают, сколько распилят. Вот что они считают. Сколько распилят. Распил идет такой. Да, я вам скажу честно, даже я не был готов, а потом понаходил источники, почитал. Любая война, я понимал, что это прагматично нужно к этому подходить, но в принципе, во всей истории, любая война, это только повышение беспредела, коррупции и всего остального. А в такой коррупционной помойке, в которую эти чинуши превратили нашу с вами страну, в Украину. Так это вообще сплошной, один сплошной распил. И Юлия Глушко, и другие, кто публикуют с Прозора, кто разбирается в этом беспределе, просто это подтверждают. Себастьянович, видя весь этот беспредел, который творят на местах, в местных бюджетах, предложил, и там потегал, и Ермака, и Шмигаля, и много кого другого, комитетчиков там разных, типа, нужно, чтобы НДФЛ пустили, значит, на армию. Если там нехватка денег, а тут вы ерундой занимаетесь, стадионы и барабаны заказываете, то пусть идет, вы что, налетели политиканы на этого Себастьяновича, и по букве закона ему рассказали, что это невозможно, и там один даже ляпнул, что Европа не позволит. У нас вообще есть президент, мы вообще на что-то влияем? Скажите, пожалуйста. Вот эти разговоры все, МВФ сказал, поэтому мы там на единый налог возвращаем, МВФ сказал, поэтому мы то делаем, МВФ, как Зеленский говорит, МВФ запрещает, поэтому мы 10-10-10 систему сделаем только после войны. У меня вопрос, а рейдерство, это тоже МВФ просит, чтобы было в Украине? Это рейдерство вот так решается благодаря блокчейну за месяц. Если только это захочет президент, через месяц частная собственность в Украине, я утверждаю, будет защищена железобетонно, как в Америке. Но президент за 4 года этого не сделал. А маски шоу летают во время войны к бизнесу, это тоже требование МВФ? Но эти вопросы наши журналисты не задают. Они хотят все нравиться. Ты если такое спросишь, завтра тебе аккредитацию не получишь. Да и все. И все. Арестович. Сидят, Сарманенко, материат Любарского, а я и Любарский тогда в Табах, естественно, ну многие, ну так там 3-5 человек самые активные про этот Лендлист, Лендлист, Лужин Лендлист, тех, у кого там более-менее большие каналы. Лендлист. Развалился Арестович. Пузо вывалил. Да не, шара дают, надо брать. И Романенко там лохматый, поддакивает ему. Вчера уже Арестович говорит, так это Запад и НАТО виноваты, что у нас контрнаступление не получается. Они не дают оружие, они Лендлист не дали. Знаете, что это? Точка точка сидения определяет точку зрения. Все. Но когда это говорил я, Любарский Табах, мы плохие. Сам Арестович был другого мнения с Романенко. О-о-о, это надо слушать. Понимаете, как это все работает? Вот и все. Поэтому в Украине после войны, к чему я веду, любого могут объявить врагом народа, зрадником, натравить, затравить, это без вопросов. Я уже знаю, кого будут травить среди медийных и все остальное. Понимаете? Вот есть эпизод с тем, что фоткали работу ПВО. Сфоткала, как ее, Ранцова или Воронова, да, вот эта вот певичка, ну так называемая, у которой там этот муж наркобарон, уже бывший, наверное, она под домашним арестом. Да, я на нее смотреть не могу, вся ее деятельность для меня понятна, да, но Мишина, известная актриса, тоже выложила тоже работу ПВО. И они даже живут в одном жилом комплексе, я-то знаю, я сам там жил. Мишина тихонечко все, эту взяла за одно место СБУ, идут суды. Ну мне тоже кто-то нравится, кто-то не нравится, но есть закон. И он не делит, кто нравится, кто не нравится, и вы декларируете, что есть свобода слова. Как так? Одна наказана, вторая нет. Есть Потап и Настя Каменских, которые сквозанули сразу во время войны, до войны, им сказали, сквозанули. Есть лобода, которая зарабатывала бабки в России, и мне это неприятно, я ее не люблю. Но Чубака, эта лохматая, которая медийщик под офисом президента, обещает полторы тысячи долларов тому, кто мочой обольет лободу, как Тараса Черновола. Открыто, вот так вот. Ох, демократия у нас. Просто демократия, всем демократиям вот и все. А футболисты наши играли в России и зарабатывали деньги. Чем они лучше той же лободы? Они сейчас супергерои-патриоты. Это грязно, мерзко и противно. И так мы государство не построим. Точно так же, как эти разговоры про мову, про религию, про все остальное, я еще раз вам говорю. Я пришел тренироваться здесь в парке баскетбольной площадки, прихожу, слышу, пацаны разговаривают, они как бы, ну, мулаты, можно сказать. Слышу, разговаривают вроде как на немецком, и думаю, не буду говорить, что немецкий, потому что там в Нидерландах похожий язык. Говорю, вы из Европы? Да, из Германии. Идешь, бах, индусы идут, бах, ортодоксальные евреи в кипах, те, те, все на испанском, 70% на испанском разговаривают. И эта страна дает нам ракеты, все вооружение и бабки. Но мы будем националистами, кричат вот эти вот все. Так подождите. Если мы просим успешных, а успешные это те, кто вот вообще не разделяет людей ни по какому признаку, а только рады, что приезжайте, работайте, делайте бизнес у нас, и Америка, страна эмигрантов, то как так получается? Ну, не сходится тогда что-то? Если мы делаем вот так, вот, и у нас не получается, нас и бомбят, и денег нет защищаться, и не строится страна, значит, что-то делаем неправильно? Ну, нелогично как. При этом политика Макрона, она провальная по эмигрантам, но там совсем другая история. Но там совсем другая история. Это нельзя сравнивать. Я так, предвосхищаю. О, опять. Ничего про Маркуса рассказывать не нужно. А кто сейчас говорит про Маркуса вообще? Дикие люди какие-то. А, Маркус президент, я понял. Ясненько. Денис, что думаешь по теории Себастьяновича по Пригожину? Ну, у меня свои теории, у него свои, имеет право. Нет, мне про Маркуса нечего рассказать. Я написал там пост, а так остальное мне все понятно. Поэтому каждый отвечает за себя. Денис, на стриме 5 февраля на час 40 вы сказали, что на 100 тысячах подписчиков запустите свой мерч. Он уже запущен. Если да, где можно... Нет, мерч не запущен. События не предрасполагали к запуску мерча. Я рассказывал, когда взрывается ГЭС, я буду мерч запускать. или Краматорск бомбят так. Ну, за что? Я фотки стесняюсь поставить в Инстаграм, хотя все просят. А как вы хотели, сейчас в Украине разные параллели реальности. Каждый на своем месте только живут по-разному. Кто-то жирует, кто-то нет. Честно говоря, вообще смысловую нагрузку не понял вашего этого. У каждого параллельной реальности были и в мирные времена. Мы сейчас вообще о другом говорим. Будет, друзья, по бизнесу, все будет. У меня вот есть две идеи для онлайн-семинаров. Прямо они уже столько просятся. Первое, это экономическая грамотность. Показать вам вот эти вот разговоры. Особенно сейчас это актуально, что Зеленский сказал про триллион ВВП. Я вам просто на цифрах это конкретно порасписываю, все, как это работает, рассказать. А второе, про информационную гигиену рассказать. И про негодяев, которые оболванивают людей. Как это работает, как от этого уберечься. Это прямо две темы, которые горят-горят. Да, Валериан пишет. Значит, на днях Светан на канале 24 назвал Израиль врагами Украины, не дали ПВО купол. Значит, Светаном я занимаюсь на следующей неделе. Я делаю анонс. Светаном я занимаюсь на следующей неделе. Также меня порадовало, что все СМИ, которые принадлежат Тома Шуфиале, начали конкретно критиковать очень так тонко Офис Президента. Все его СМИ. Я подключаюсь к этому и я дам вам хорошего видео про главного злодея после Ермака в Офисе Президента. Сейчас это очень тоже актуально. Я ждал, пока это кто-то сделает. Теперь я подключусь. Как вы относитесь к профессионализму Александра Шелеста? Я его профессионализм оценить не могу. Берет себе интервью и берет. Но как-то, когда я начинаю слушать выборочно где-то мне попадалось, как-то у меня от его взгляда Россия воняет. Прям сильно. Понимаете, в чем дело? Но я бы дал интервью практически всем, кто явно не поддерживает Россию, потому что мне нужно пиар, естественно. Но не зовут и, конечно, не позовут. Я это прекрасно осознаю. Денис Бедовой говорит, что Запад ведет война с Россией в Украине. Ну я, я же Елисеевич. А Бедовой за свои слова отвечает, я за свои. Табах говорил, что Порошенко человек, который спас Украину. Это Табах говорил, не я говорил. Да. Я думаю, что Табаху внутренняя политика Украины, она ему где-то там за горизонтом. И он, кстати, об этом всегда открыто говорил вроде как. Не то, чтобы. Болеем за сборную Украины 21 победа мужики. Да, я вчера посмотрел минут 40 Испания-Швейцария. Случайно на Ютубе попалась. Отлично. Можливо, я пропустил, но еще для вас статья генерала Залужного Вашингтон-Пост. Я вам скажу, чистая правда во всем. Подоляк там уже памперсы меняют, но это все надо. Другое я вам скажу, почему нам надо СМИ. Вот эту статью никто толком, не то, что толком, никто ее не перевел. Все начали выдергивать, передергивать, переиначивать, некорректно там что-то подавать, как и с Трампом. Было бы у нас СМИ, мы бы перевели каждый из вас и вы поскидывали бы всем своим друзьям, сели бы и на украинской мове оригинально прочитали, как правильный перевод. Как справа на справде. Так, вы за судовую реформу в Израиле здесь часто протесты по шабатам. Да, я за то, я разобрался в ситуации, я полностью поддерживаю Натаньяху в этом вопросе. Вначале, видите, как вот ты тоже, я попался на эту удочку, на которой, ну, извините меня, я гражданин Украины, я жил в Украине всю жизнь, если бы я жил в Израиле, я бы там, а так я в Нике, понял, а смотрел бы телевизор, думал бы, что правы люди, которые обастуют. нет, это леваки все. Про подкасты, значит, подкаст будет уже, ну, в июле я тоже точно что-то выпущу, но на август планируется бомба, или на сентябрь, зависит от того человека, то, что я вам обещал. Кстати, Борчевска, я разобрался с партией республика в Польше, я в восторге. Республиканская партия в Польше, оказывается, недавно создана, позавидовал Польше, что в Польше такое возможно, что есть такие люди, я просто позавидовал. Оказалось, у них даже есть одно место в Европарламенте, если я не ошибаюсь. Класс, просто класс. МВФ, что это, глаз в треугольнике или собственник Украины? Нет, это Международный валютный фонд, от которого мы зависимы, к сожалению. А глаза в треугольнике на других каналах, там сумасшедших в Телеграме, в ТикТоке, навалом, пожалуйста. Денис, как в налоге с продаж отличить конечного потребителя от производителя, который хочет закупить сырье, а если отличать не нужно, то чем НДС от налога с продаж? Рассказывай. Вы вот некорректно ставите вопрос, но я понял, о чем я вам расскажу. Значит, если ты не розница, а ты дистрибьютор, ты не последняя цепочка в продажах, ты получаешь за пять минут онлайн генерируешь номер сертификата для перепродажи, и ты не платишь налог с продаж. Вот и все. Платит только розница. Ты предъявляешь этот номер, продавец, контрагент уже видит, что ты не плательщик. Он тебе продает и не начисляется налог с продаж. Все очень просто. Но я так же, мне нравится идея Себастиновича про налог с транзакцией. Это тоже неплохо. То есть мне нравится такой налог, которому никто не касается руками, который символически никто его не ощущает, и он напрямую уходит по назначению в бюджет. Все. И не надо налоговое контролировать предпринимателя, типа заплатил, не заплатил. Я вот такое обожаю. И Украина, все другое, всегда будет для нас работать в минус, со знаком минус. Где начинается разговор с налоговиком, и налоговик начинает разбираться, что правильно, что неправильно, всегда будет беспредел. И главная возможность для налоговика взять вас за одно место. Даже Гордон говорил, что нужно налоги снизить. Я в шоке. Гордон, знаете, Гордон всегда за тренды. В тренде был Зеленский, Гордон топил за Зеленского. В тренде потом, когда уже Зеленский показал, кто он, критиковать, он критиковал. Сейчас уже как бы, он уже и Ермака хвалит, и Зеленского хвалит бедный. Ну, бабки надо зарабатывать, что поделаешь. Когда нет никаких принципов, никакой идеологии. Но, это, к чему я вам веду? У Гордона миллионы. Фейгин, который воевал, блин, за негодяя, там, да, на войне. И вообще, какое имеет отношение к Украине? Ровно никакого. И Арестович уже там развалились и умничают, что Запад не дает, что Ленд-Лиз все-таки нужен. И вот, смотрит, сотни тысяч. Ничего, у нас с вами тут 3 700, и я доволен. Спасибо каждому. Только поставьте, друзья, лайки. Давайте поставим лайки. Да, Джордж Сорос финансирует Леваков. У меня в школе Михаил Головко заменил учителя на уроки права. Очень сильно настаивал на соблюдении законов. Я запомнил вопрос, который ему задавал. Вы что, никогда дорогу на красный не переходили? Нет. Это все три пачи. Три пачи. Конфедерация, приемно, чтобы прослуховывать. Да. Я же вам давно обещал. Денис, ты принял открытую банку на ЗМИ, когда плануешь? Тришки пизднейше. Мабуть, не банка, а просто рахунок. Кто хочет, хоть скидает. Про Татарова будет? Будет, будет. Будет. Это же я намекнул. Канал Диаспора.юэй давно говорили, что Бернс приезжал перед войной в Россию, Путия ждал, чтобы Байден пришел к власти, начали войну, куча пруфов, что не дают ленд-лиз, а наши говорили специально, что дают. Да. Я вам больше того скажу. Есть такая Маркарова, вы знаете, на которой негде печати уже ставить в Украине, и только коррупция, скандалы, скандалы, коррупция, которая была при Порошенко. Она сейчас спасла Украину в Америке. Они с мужем, оказалось, открыли ресторан в Вашингтоне. Нормально. Муж тоже банкир. Вот такие люди всегда были. Ох, они таких, как я, ненавидят. Они таких, как я, просто ненавидят. Можно твое мнение по поводу ремонта дорог в столице? Спасибо. Это мнение простое. Это все так же, как... Как вам это объяснить? То, о чем я рассказывал в начале стрима. Кличко на 100 миллионов гривен ремонт дорог на бульваре Перова в Киеве устроил. Хотя бульвар Перова это одна из самых лучших дорог, наверное, в Киеве. Зачем ее ремонтировать? В то же время кому-то не хватает в окопе чего-то там дронов, кассок, лопат, не знаю, машин. Как такое может быть? И если бы не люди, которые в едином пространстве эти вопросы поднимают, то что бы уже с этими военными было бы? Их бы уже никто... Их и так не сильно считают, но тогда бы уже точно никто не считал. Их может считают там генералы, да. Но есть же куча негодяев по цепочке, по звеньям. А те, кто в кабинетах вообще сидят и эти бюджеты распределяют, те вообще. Погибайте сколько это. Да и подольше, чтобы мы подольше попилили. Вы думаете, какая там психология? Вы думаете, этот военком с визой в Испании он такой один? Там кроме военкомов таких миллионеров при Минобороне уже очередь целая. И не только в Минобороне. В Минобороне вот это я выставлял. На должность важнейшую поставили чудака, который на Раша ТВ в пропагандистских шоу участвовал. Вы вообще... Вас это в голове укладывается? У меня нет. И героически не уволили, а типа как бы отстранили. Отстранили. Это же не есть увольнение. Но любой из вас включает Google за пять минут находит, что это негодяй, что он участвовал в пропагандистских шоу. Когда вы на Минобороне во время войны ставите такого человека на должность, он проверку какую-то проходит? Зачем нам его героически отстранять через там три дня? Ну, нет слов просто никаких. Денис думал, никогда такого не случится, в итоге случилось. Узнал недавно, что родственники фанаты Чаплыги. Что делать, переубедить невозможно. Ничего не делать, смириться. Когда человек фанат Чаплыги, это уже все. Вообще, на секундочку, представьте себе, что вообще нет критики никакой. Ну, как бы, не то, что даже критики. Ну, да, и критики, и никаких разговоров. Представьте, что я не вещаю, все, никто не вещает. Журналисты не работают, ни расследователей, никто. Вот просто война, все, война. Нельзя ничего обсуждать. Вы можете уже представить, что сделали бы с Украиной эти чиновники? Ну, я не представляю. Я не представляю. Сегодня там меня завалили этим видео в каком-то селе, я же слышу там и вижу по этой хате, влетают в хату к какому-то мужику в частную собственность. В частную собственность ТЦК влетает. О какой демократии мы можем говорить? Да у нас тут Африка еще. Если к тебе частная собственность могут влететь, кто бы то ни был, под каким предлогом, ну так... о чем мы говорим вообще? Тут просто... Ладно, культурных слов не осталось. Так. Я уже читал, что Ермак сказал о необходимости Ленд-Лиза. Честно, это что-то новое. Почитаю, скажу, напишу. Вы слышали, говорят, Кадыров при смерти. Слышал, но я, вы же знаете, всегда очень осторожен, жду каких-то реальных подтверждений. Как относитесь к Голованову? Это... Я его никогда не любил, и когда-то ему там написал жесткий комментарий, еще до Ютуба своего. Он там ответил. Это... Дубль пусто. Это такое, знаете, всегда будет обслуживать, кто платит, никакого мнения не надо. Это говорящая голова. Это даже не то, чтобы его как-то оскорбить, просто по факту. Есть хозяин, есть говорящая голова. Все. Что там слушать? Вам что? Голованов расскажет, как жить, или он там... Ну, что-то там подакает. Куда ветер, туда и Голованов. Это все выходцы с этого, как это, Черный квадрат студии актеров. Арестович, Голованов. Вы знали, да, что Голованов тоже актер? Это все оттуда. Денис, как вы думаете, окончание боевых действий происходит быстро, или это длинный процесс, если брать переговоры? Длинный процесс. То есть, смотрите, не будет такого, завтра проснулись, конец войны. Нет. То есть, как Вторая мировая, здесь так не будет. Денис, ты говорил, что по Пригожину еще не все, все-таки все, или еще не конец. Ждем, ждем. Пригожин в тяжелом положении. Да, Макрон выкрутится, но ненадолго. Так, детальнейшее видео про реформы можем очековать и на ближайшем участии. Да, я буду это делать осторожно. Я скажу вам тоже, прямо, без всякого секрета, в чем ловушка, можно сказать. Если я с завтрашнего дня, хотя, честно, я вам скажу, вот вы хорошо что спросили, я честно скажу, как-то многовато Зеленского стало в моей жизни. Он у меня почти в каждом видео, мне это уже самому не нравится. Я хочу как-то вроде сместиться, но если я сейчас буду начинать говорить про реформы в каждом видео, будет 20 тысяч просмотров, канал перестанет расти. А мне нужна аудитория, поэтому я как стараюсь? Вроде как злободневное обсудить, 80%, но 20% засунуть то, что нужно, чтобы люди знали с конкретными примерами и как должно быть. Про какую-то приватизацию лишний раз сказать, про сокращение госаппарата. Кто-то по другим методам, кто-то предпочитает 2000 подписчиков, но конструктив. Не подписчиков, а просмотров. Я считаю, что это неправильно. Коли переможем Майдан, за каких умов? Так сейчас война идет, какой Майдан? Не, Францию подробно я не буду, потому что меня Украина интересует. Вы знаете, убили 17-летнего парня, вышли на протест, и там это возгорает раз в два месяца стабильно. Воспоминяется. К Илье Пономареву никак не отношусь, неинтересно. Я думаю, что просто была переброска войск в Агнер, в Беларусь. Вы ошибаетесь. Томас Починска, спасибо большое. Может быть, перевороты Франции устроили специально после того, как Макрон съездил в Китай? Не, не. Денис, как вы думаете, почему французы всегда митингуют, когда кто-то из влады что-то делает не так, в Украине украинцы терпят достание. Смотрите, там Франция иногда митингует по делу, но когда ты садишься в машину, въезжаешь в витрину магазина, или ты грабишь, убиваешь, уничтожаешь чужую частную собственность, машины, это все для меня, это уже все не то. Так. Да, вставайте спонсорами, это правильно, пишет Богдан Чайка, я благодарен тем, кто спонсор канала. Как вы считаете, Россия и Украина исторически и культурно близки, просто сейчас смутные времена, и они пройдут, или у вас другое мнение? Нет. Они не пройдут очень долго, лет 50, Путин сделал все для этого, а я, и я думаю, многие сейчас, особенно люди постарше, прекрасно помнят, до всего того, что натворил Путин, мы смотрели даже одни и те же телеканалы, одни и те же передачи, вы помните еще эти времена? Вообще этих разговоров не было. Да, всегда был такой, как бы, они были с набами, такими высокомерными, особенно москвичи, все это понятно. Но что натворил Путин? Да, это все надолго. Я их как бы никогда не любил, но так, чтобы ненавидеть тоже не было, но я с юности понимал, что война будет, ну, всегда. Особенно, когда стал Савика Шустера смотреть, я тогда уже все понял. податковая реформа 10-10-10, это фейк. Фейк, глупость, тупость, обман. Да, я знаю, что Зеленский сказал, что выборы будут только после войны. А что он мог еще сказать? Конечно, он так скажет. Если бы президентом Украины стал бы Вячеслав Черновил, что бы произошло? Уже бы мы были в НАТО, в ЕС, с триллионом долларов ВВП, свободой слова, ну, Польша помножить на два, как минимум, мы были. Я уже про ТЦК только что рассказывал, потом, может быть, подмотайте, послушайте про этот случай, когда врывались в дом, я рассказывал. Пять минут назад. Два эмигранта отрезали руки французу, который хотел защитить свою машину от них мятежа. Так это то, о чем я вам сказал, что митинг-митингу рознь. За Чеплыгу скоро буду банить, как и за Оскара, и за прочих сумасшедших. Денис, как вы видите роль Лената Ахметова в будущем Украины? Никак, юзать будет Украину, как и юзал всегда. В этом же, понимаете, Ольга, в этом и есть вся несправедливость ситуации. Только единственное, что я не кровожадный. Я не говорю Ахметова убивать, сажать, нет. Должны просто быть правила игры, равные для всех, и они должны пройти процедуру обнести капиталов. Просто как-то получается не очень честно, что вся страна донатит, девочку нам рекламируют 12-летнюю, которая собирает 15 тысяч гривен. Те люди, которые с этой страны выкачали десятки миллиардов долларов и сухими из воды выйдут, и понимаете, да, ну они в принципе не живут той жизнью, которой мы с вами живем. Вот и все. А вот давайте 3000, там почти 700 человек на стриме. А представьте, вот если я завтра приеду в Украину, вы представляете, что мне устроит? Меня слепят натурального врага народа. Если сейчас взрослые люди позволяют себе комментарии писать, это же не боты, взрослые люди, один в Израиле, другая в Америке, что я чуть ли там не Украину в своих видео обстираю, ну так, вы вообще представляете? А на самом деле сейчас на моем стриме 40% украиномовных людей и все вы знаете прекрасно еще с старта канала все как было. Ну вы понимаете? Вот вам реалии. А вы спрашиваете про Рината Ахметова. У Рината Ахметова все будет хорошо, Ринат Ахметов будет только богаче, всем сойдет с рук. 95 квартала актеры, несмотря на то, что они на фронте не были, ничего, будут тоже, у них будет жизнь вся в шоколаде. Вот и все, что я вам хочу сказать. Поэтому, ну вы понимаете, то, во что я ввязался, это дело неблагодарное. Оно мне кроме проблем ничего не принесло и потери. Вот и все. Потому, конечно, вы мне потом пишите, ты так будешь... Ну конечно, а потом какое-то как его назвать, не знаю, создание приходит в комментариях и начинает, я выставлял это в Телеграм, а где гарантия, что ты не соберешь деньги на партию и в своей Америке не сквозанешь, скамный проект. Где я собираю деньги и на какую партию? Куда я сквозану? Вы понимаете? А что ты там кроме бла-бла-бла сделал для Украины? Да ничего, давай поменяемся местами. Денис, а может так получится, что Украину возьмут в НАТО частично? Нет, частично такого не бывает. Украина либо в НАТО, либо не в НАТО. Ситуация с харьковским таксистом это все то, что разделяет людей. Инина Соколова, говорящая голова Порошенко, безумный человек, который тоже стравливает украинцев. Я ее никогда не воспринимал. И людей ее плана. И как журналист она квалификация, я вас прошу. Слушайте, если я человек, который вообще был непубличным, никогда никакого отношения к медиабизнесу не имел, выхожу и делаю за год 120 тысяч подписчиков только в Ютубе, помимо всего остального, и люди продолжают подписываться, слушать, и стримы в топах в украинском политическом этом самом, то какие вообще журналисты есть в Украине? Эти журналисты должны были, я их обогнал уже многих, те, которые по 20 лет, по 15 лет, ну 20 лет, там 10-13 лет в Ютубе. А каких журналистах вы говорите? Дети журналисты. Не может такого быть просто априори. Я же не развлекательный контент делаю, не может такого быть. Если ты на это учился, ты всех знаешь, у тебя все карты в руки, ты как бы профессионал в этом. И я тебя обгоняю за год, то, что ты делал в 12 лет, значит ты не журналист. Все, ты не своим делом занимаешься. Но на самом деле, знаете почему? Потому что он не журналист. Он просто у кого-то все время на зарплате. Или точка сидения определяет точку зрения. А люди же это чувствуют. Понимаете? Ну вы представляете, если бы я говорил одно, а потом выхожу и совершенно другое, как Арестович. Ну вы бы сказали, это несерьезно. На жаль, поляки в большинстве социалисты-леваки, поддержка конфедерации растет, но складая 15-20, мая надея, еще до жертвовных выборов ситуация изменится на краще. Ничего, это процесс, они же новая партия. Процесс будет идти вверх. Поверьте мне. Главное, как бы уже зернышко посажено, все. Дальше будет только все идти вверх. Я за Польшу вообще спокоен. Она еще многие страны, я думаю, ЮС покрупнее уделает. Майкл Щур перестав измевать из Геландского попишу на службу? Мне не знаю, неинтересно. Серьезно. На фронте, если то, молодец, спасибо. А по деятельности там ничего хорошего сказать не могу по журналистке. Ну про Диану Панченко я тоже только забанить могу, как и про Оскара и про Чаплигу. Я про таких людей могу только одно сказать. Если вы зашли на стрим только сейчас, то послушайте 5 минут и если у вас есть голова на плечах, то подумайте, стоит ли спрашивать про Диану Панченко. А если вы заходите на стрим и сразу со старта про Диану Панченко спрашивают, тогда у вас большая проблема. Неизлечимая, я думаю. Классно, что деякие магазины уже принимают USDT в Украине без проблем купив технику. Класс, класс. Это реально. Да, спасибо Hyperlayer за Hyperlayer за спонсорство. Ясно, на дурные вопросы даже отвечать не буду. Денис Любарский сказал, что если бы ты стал президентом, то ты бы запустил в Украину сотни тысяч мигрантов со Средней Азии. Ты капиталист, тебе нужна дешевая рабочая сила, как расценивать? Я, если бы стал, или Любарский, если бы стал? Еще раз. Любарский меня обсуждал как президент или себя? Я не понял вас. Я не понял вас. Какие ваши топ-3 фильма? Топ-3 фильма нет, очень много нравится. Я могу вам сказать, топ-2 сериала для меня. Я подборки неоднократно выкладывал. Если вам надо, я буду дальше выкладывать, что я сейчас смотрю в последнее время. Потому что, ну, не политика единая, надо быть в Телеграм тоже. Топ-2 сериала это «Во все тяжкие» и «Клан Сопрано». Лично для меня. А потом куча-куча всего другого классного, но прямо это с большим отрывом. Алексей Карабенко, дякую вам. Я считаю, что амнистия капиталов не должна быть, так как означает, можно было красть и потеряешь 5%, но зато весь белый честный человек урок может всем красть, потом отдать часть себе и жить. Вы не понимаете смысл. Амнистия капиталов это последняя отправная точка, после которой страна начинает жить по-другому. А не просто амнистия капиталов, но воруйте дальше. Вы же суть должны понять. Амнистия капиталов и жизнь меняется. Все. Закончили с этим. Вы можете ее не проводить, тогда этот капитал уедет в другую страну и до свидания. Все очень просто. Саша XXX. Вы же спонсор канала и мне от вас такой вопрос читать вообще, честно вам скажу. Иностранным инвесторам дадут войти в Украину для помощи в поднятии экономики. Алла Гадунко. Тоже хорошо, что напомнили. Смотрите, какая парадоксальная картина. Предприниматели пишут манифест Зеленскому. Единый налог повышается до 5%. Вводятся проверки. Все. Свет дорожает коммерческий тариф. Все, чтобы задавить отечественного предпринимателя. Президент выходит, заявляет, цель триллион ВВП и публикует у себя в Инстаграм очередного американского бизнесмена, с которым он так вот обнимается, целуется. И тот же явно приехал не просто Украину поддержать. Обсуждается крупнейшее инвестиционное проекте. Так как вы считаете? Конечно им разрешат. Но ты когда душишь внутреннего инвестора, а иностранного обнимаешь, целуешь, ты показываешь просто непонимание ситуации, неуважение и все. Конечно он крупнее, интереснее, все такое. Но ты разрушаешь всю основу капитализма таким образом. Ты показываешь, что вы для меня пыль, ничтожество, а у него он ложит миллиард или два, и я буду его целовать, и он естественно через Каби, его никто не тронет, ни налоговая, ни кема, москишоу, у него ничего не будет. Там просто и так откат дадут, там представительские расходы, куда надо занесут и все будет хорошо. Это такой делает только президент, который без понятия. Так у него даже не хватает головы у его этих, кто в медиа занимается. Зачем ты это показываешь? Обнимайся, зачем ты показываешь? Тут тебе пишут манифест, ты поднимаешь налоги, все дорожает, НДС на топливо возвращаешь, а второй рукой ты целуешь американского инвестора. Так ты тогда открыто выйди, скажи, вы меня мелочь не интересуете, валите с Украины на три буквы, я буду с крупными работать. Все. Мне тут надо 20 миллионов населения рабов. И до свидания тогда. Вопрос вступления в ЕС в Украине под вопросом. Недавно Венецианская комиссия швырнула властям в лицо их закона на сменшинах, над которым Укрвлада два года разрабатывала, есть властейский лед шкафу. Да там Венецианская комиссия все рубит, все, что они там придумывают. И никакого ЕС не будет. Польша скоро Францию обгонит во многих показателях. Дайте им ядерное оружие и 10 лет с такой политикой Франции это станет реальным. Я думаю, что если придет эта вот партия республиканская, конфедерация, про которую пишет мой подписчик, я так понимаю, она в Польше живет. Я изучил вопрос. Если такие действительно республиканцы приходят к власти в Польше, все. А если ядерка, понимаете, что дает ядерка? Не вопрос войны как таковой. Если есть ядерка, люди получают сигнал в своей голове, особенно украинцы. Потому что украинцы сейчас же тоже многие в Польше думают, боже, хоть бы не захватили Украину, чтобы он дальше не пошел на Польшу, куда дальше убегать. Такие люди есть. Ну как бы, может они это не всерьез, но где-то в подсознании это будет всегда сидеть страхом. Особенно, кто пережил ужасы в Украине. есть ядерка. Значит, можно кидать якорь, ты защищен просто железобетон. Все. Я даже знаю, кто даст ядерку в Польше. Знаете, кто? Трамп. Придет и даст ядерку в Польше. Вот посмотрите. Если президент Польши, тот, кто будет на то время, дуда, не дуда, правильно будет понимать все и разговаривать. Про себя, про частные какие-то вещи, про бизнес я не буду говорить в ближайшее время вообще. Месяца 3-4. Дима Матьенко, спасибо вам. Денис, чем маешь важливость и обожание поспалкиваться с Романом Скрипиным? Он никогда меня не пригласит. Поэтому бессмысленно обсуждать. Что люди слушают? Кошмар. Я о половине названных блогеров даже не слышал, а половину других давно не слушал. Да, Сергей, все так. Наркос хороший сериал, да. С Панасенко в ближайшее время не будет. Так. Сложно ли в США с украинским паспортом заняться бизнесом? В США не важен паспорт, важен твой иммиграционный статус. Я думаю, как и везде. Денис, ты неправильно понимаешь амнистию капитала. Человек, который воровал, по-твоему, юзил Украину, должен сидеть в тюрьме, а не откупиться. Окей, ваше мнение. Я не против тоже. Фастовутэш, привет. Так, 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 так. Пишут, что из России смотрят. Но я принимаю от вас комментарии и комплименты, только если вы не поддерживаете Путина. Тогда я даже приветствую вас. Надеюсь, что вы не поддерживаете Путина. Про братьев-казаки там меня убеждают, что там они идеальные, а я то, что вижу, не хочу судить, когда у меня нет полной картинки, не хочу ничего говорить. То, что головка отпустили, это понятно, у него есть крыша. Но им занимается НАБУ и САП. Это тоже так, знаете. Не все так просто. Принский, не люблю Принского. Как я могу любить человека, который сидел с Дубинским и без Дубинского на всю страну брал и рассказывал, что там Розетка продает что-то через ФОП или ФЮА продает через ФОП или какой-то еще интернет-магазин, негодяи не платят налоги в черную растамаживать. Если бы Принский сидел и рассказывал, что это за такая налоговая система, что это за пошлины такие и работа таможни, что все вынуждены вот так вот решать, что просто может свой товар продавать, заработать. Я бы сказал, что Принский красавец. А он сидел бизнесмен и рассказывал, что бизнесмены плохие вместо того, чтобы чиновников шугать и рассказывать как надо. Так как я могу любить Принского? Бездарный просто. Негодяй. Может сейчас переобулся, не знаю. Я, кстати, Принского обогнал. Вот вам пример. У меня больше подписчиков, чем у Принского. Так какой он журналист? Чувак на 1 плюс 1 сидел. Дайте мне на полгода 1 плюс 1. Я не знаю. У меня будет 5% президентского рейтинга. Да. По Шервинского прокат ничего нового. Плохо делаю его, плохо. Лучше звоните Соло, тоже один из любимых в топе у меня. Супер. Ну это ж как бы спин-офф от «Все тяжкие». Ровно тоже привет сто раз был в вашем городе. Бачили видео, где Гончаренко закликал русский мир, а нас украинцев бандерами. Думайте. Это вы мне думать советуете? Я уже давно все подумал. Именно поэтому я знаю, кто такой Гончаренко. И не меняю свою... Это, ну, политическая проститутка. Сериал «Госпожа госсекретарь», второй сезон, 17-й год. Там, как в США Россия поделили Украину, интересно показано, как думают американские политики. Не смотрел. Сейчас я смотрю на Netflix сериал, значит, «Дипломат» называется. Ну, по этому звучит «Дипломат кап», что там про женщину, вообще дипломат в оригинале. Очень серьезный. О создателей Родины. Кстати, я вам рекомендовал Родину, говорил, что это у меня тоже в топе есть. Многие посмотрели, подписчики, потом очень благодарили. Сказали, что лучше стали разбираться в геополитике благодаря этому, поскольку Родина писала с реальных материалов, консультировали реально люди с ЦРУ и ФБР. Поэтому посмотрите еще «Дипломат» советую. Я в футболе, ну, даже имею некоторые энциклопедические знания, кучу матчей, голов, помню, и даже еще, ну, в общем, это. Но, как началась война, я не могу сконцентрироваться на этом. Гончаренко – это два слова. PR, черточка, ас. Ну, а если так быстро прочитать, то вы поняли. Да, призенбры, конечно, трудотектив, конечно, все это я смотрел, классные сериалы. «Побег из тюрьмы», там очень много сезонов, я все видел тоже с первого. Не, «Ходячие мертвецы» нет. Так, Денис, смотрю тебя уже год, ты про Панченко категорически говоришь, она про российское, согласен, но она про Шобла, которая у вас при власти, тоже иногда вещи говорит. Вы выдали все, вот вы меня смотрите год, а толку никакого. И зачем вы меня смотрите? Я полностью проукраинский человек. Если у вас, а вы, ваш мозг как устроен? Кто ругает власть Украины, тот как бы уже в одном этом самом, в одной линии. Нет, не так. Это ватное ничтожество, которое звало русский мир сюда с экранов ТВ, и спецслужбы наши, как всегда, ее проморгали. Вот вам и все, Панченко. Так как я могу рядом с ней? Да мало, Лукашенко тоже ругает украинскую власть. Так я что, Лукашенко должен любить теперь? Вот ваша логика, когда в голове одна извилина. Пеп Гвардиола не мой любимый тренер, но я его уважаю. Для меня топ это Маурини. Не, сериал Родина в 23-м году нет. Там, последний сезон был, кажется, в 21-м году, там 8 сезонов. И надо смотреть, прям садиться с первого и до последнего. И гарантирую, вы не оторветесь. Друзья, сейчас все в киноклуб перейдет. И перевозчики смотрел все части. Давайте не отвлекаться от темы. Но, конечно, я буду поддерживать сборную до 21-го года. А как же? Так, 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 знаете, что хотел с вами еще поговорить? По поводу сторожа. Я увидел видео этого мужика бедного, как он плакал на этом суде. И вот вы же смотрите мои стримы, тут большинство постоянных зрителей. Скажите, где я был неправ, когда я говорил, что итог нашего государства это этот бедный мужик? Вот что с его жизнью сделали чиновники? Видите, как бывает в нашей стране? Сядет или там не сядет, но горе у мужика в итоге, те, кто погиб, и у этого мужика. А чиновники на коне. Вот и все. Кошмар. Имеешь смертный грех гордость. Идите со своими проповедями куда-то в другое место. Ну, твич, я не знаю, как твич на политике. Другий сериал с кланом Сопрано все тяжкие. Breaking Bad. КАЦ меня не интересует, меня Украина интересует, а не КАЦ и Россия. Пустое это все. Життєві темы будут, когда я клуб организую, там будут закрыты эфиры, тогда поговорим. Бои, много можем говорить неополитики. Романенко обещал сделать стрим с Любарским Арестовичем, потом обматерил Любарского и слился. Романенко мерзавец? Да, полный мерзавец. Хамло и не отвечает за свои слова. Ну, как и многие из этих думают, что это безнаказанно, типа сидеть, там что где-то это виртуально, а потом бабахи прилетают в реальной жизни. Так нельзя делать. Не советую просто. Но он еще пионер. Там у него хотя бы конструктив какой-то, там глупости могут быть, но они хоть как-то против госаппарата что-то обсуждают, это хвалю, здесь хвалю. Потому что там есть такие медиапритоны, вы знаете, о ком я, там где Чубака главный, это вообще. Да какой Олег Соскин? Слушайте, это маразм пожилого человека. Я же рассказывал, я могу вам даже без онлайн-семинара один рецепт рассказать. Когда у человека все видео, все пропало, а завтра ядерная война, миллион жертв, все остальное, и каждое видео хайп, 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 вот такое вот только погромче заголовок, а потом оно пшик, этот шарик сдувается. Ну так все, это приговор. Переключайте. Ну а конечно Паша Мерседес на воле, как и все в нашем государстве. Паша Мерседес на воле, а мужик бедный, зарплатой 5000 гривен, что не спас людей в тюрьме. Вот и все. Вот и все. Так не хочется втекать из Украины. Так не текайте, не текайте. Нет, я интервью химика не смотрел у Гордона. Я знаю, что оно вышло, но я не смотрел. Вот там Гордон, кстати. До чего скатился Гордон? Не смотрю, но так обложки. Медведев с Путиным геи. Вот вам, понимаете, когда уже все. Тебе уже просто нечего сказать людям, а надо как-то интерес подогревать. Вот ты скатываешься в такие разговоры. Все уже, последняя стадия. Мало того, что там Соловей, Пянтковский, Швец, это просто мрак. Вот уже до такого скатываешься. То есть все уже, дно, дно. Ну как дно? Дно это Исландия ТВ, но это уже где-то рядом. Ссландия ТВ это подвал дна. Вы обещали рассказать, почему Резетка почти банкрот. У них все нормально, они выровнялись. Это было год назад. Вы еще через два года Таня это вспомнили. Геолерос. Что Геолерос? Смотрите, зачем нам обсуждать людей, которые, ну как вы говорите, просто ругают власть. Надо еще помимо этого что-то предлагать и что-то людям как бы ну проповедовать неправильное слово. Ну да, предлагать концепцию какую-то, решение проблемы. Просто поговорить и прийти к власти это не мой формат. Но так действуют все, у кого есть касса где-то, где приходишь и получаешь деньги. Вот чем я отличаюсь. И они все проскочат, у них у всех все будет хорошо. Жданова, это вот сейчас мы про Светана будем говорить на следующей неделе. На следующей неделе будет Светан, на следующей неделе будет про демона из офиса президента главного. Это не Ермак, кстати, если так говорить, это как это, технически. Немного-много чего другого интересного. Про Твич понял, я подумаю. Я боюсь, что там качество, а не то, что мне нужно. Якобы до нас здесь мичи каналу, может даже конкурс сделаю. Есть много хороших идей. Не, Рамина у Буданова брал интервью, не знаю. Я знаю, что даже если что-то сделать, то даже Рамина у меня возьмет интервью, если что-то положить в какой-то красивый пакетик. Что-то зеленого цвета, поэтому такое дело. А что подоляки, юзик? Нет, ведьмансов они снимут. Дело же не в этом. Так как президент понимает ситуацию, он туда еще похлеще гетманцев поставит человека. Гетманцев точно в фаворе у офиса президента. Я рассказывал, он даже модерирует там их чат закрытый во фракции для избранных в этом в WhatsApp-е группа. Не, я не буду советовать про республиканскую прессу, потому что, например, республиканское телевидение это Fox News, но там столько бреда бывает, что... Друзья, вы вот, если спонсором моего канала, как вы можете Корнычука смотреть? Ну вы что, смеетесь? То, что вы пишете про Мауринио, все идет вниз. Это там прям отдельная тема, на которой я могу подробно вам поговорить и подискутировать, но только не сегодня, но не здесь. Да, я понимаю, что Twitch это там тот же будет TikTok, мне это неинтересно. Ну зачем мне это? Я же вам рассказывал, мне кто-то прислал с подписчиков. Я выпустил программу «Реформ», там, с бизнесменами созваниваюсь, серьезно, со мной обсуждают. Там, Себастья Нович сделал видео, там, с Балашовым поговорили, с людьми, которые годами, годами, без партийных касс каких-то там Пети и Юлии сами на свой страх и риск этим занимаются, финансируют. Какой-то чувак одевает на голову что-то белое, как у Куклус-Клана и начинает серьезно мои реформы обсуждать. Ну так зачем мне это надо? Вы что, смеетесь? Да вас какой-то негодяй тоже. Что про него говорить? А что предлагаете вы? Ну для вас я предлагаю хотя бы три раза кнопочку нажать и посмотреть мой канал. Я сейчас про программу «Реформ» рассказываю и зрители знают, о чем я говорю. А вы пишете, ну так что с вас взять? Ну я понимаю, что без таких, как вы тоже никак, поэтому я привык уже. Мне сдаются, Рамина и Фросинина, я не на это самое. Это и так и не. То, что Рамина и Фросинина и там еще некоторые слились в некий пул, они сейчас на этой волне опять же таки юзают Украину. это все смешные люди. Фросинин это просто что-то с чем-то. Для чего? Для того, чтобы быть после войны на коне, а может быть даже в политике. Вот для чего это все делается. Я же говорю, такие как я, объявят кем угодно. Кем угодно объявят. Так что вы все прекрасно понимаете. Причем, знаете, что в этом всем объявят? Рукописи-то не горят. Все, что видео сохранены, можно всегда все посмотреть, как все было. Но, когда большой медийный ресурс, можно все перекрутить. А люди, они же особо не думают. Поэтому, когда подкаст холоденка, не знаю, когда она захочет. Про Абалон ничего не думаю. Они, наверное, в пример лиге, да, выходят. Я не смотрел таблицу второй лиги. Ну, первой лиги, в смысле. Про Юзика уже столько сказано. Зачем нам сейчас Юзик? Друзья, давайте по теме говорить. Я понимаю, что мы уже час 45 в эфире. Кстати, поставьте лайки. Давайте 4000 лайков сделаем. Кто не подписан, подпишитесь здесь и в Телеграм. Это очень-очень важно. В закрепленном комментарии ссылки и на спонсор, что и на все. Кто с айфона, вы с айфона с приложения YouTube не оформите спонсорство. Только через браузер или через компьютер. Наш мэр Бахмута Рева сказал, что если туда вернется, вернуться, Украина можно минимум будет... Так, Павел Ларин, напишите с какими-то спунтуациями. Я не понимаю, как читать. Почему вы оставили без разбора свой бизнес на видео с Балашовым, не доказали, что 5-10 на примере вашего бизнеса не работает? Я на примере бизнеса, одного из бизнесов, который у меня был, рассказывал про комиссионный договор. Ну да, наверное, надо было дожать больше. Наверное, надо было больше дожать. Ну конечно, я видел, что там Ефросинина делает. Это все для меня пустое. Оно вроде как пустое, но оно вредит обществу. Судя по сериалам, я говорю, что вы похожи на моего мужа, два любимых сериала. Мужи ржут, считала, что вы солнце, земля, козерог, муж дева, вкусы похожи, риторик один в один, с какого года рождения. Я 87-го года рождения, конец самый, 28-го декабря, но я в эти все вещи не верю. Козерог, не козерог, я вам сразу говорю. Неприятное хамало с самомнением, интересное, но без перспектив. Да, не говорите, не тратьте даже время. Я полностью с вами согласен. Вряд ли человек без самомнения будет интересен людям. Я не скромный человек, но чтобы прямо тут кичился, чем-то сидел, такого нету, такое отторгает людей. Если бы такое было, то люди бы меня не смотрели. Но вам лучше не смотреть, для вас это будет вредно, вас будет коробить. Не хочу, чтобы вам было плохо. Балашов досвидом давил. Да где он меня давил? Ну я, человеком, если это, я думал, будет батл, я бы тогда его давил. С первой секунды все просто в подкаст превратилось. Я дал ему поговорить, как я всегда делаю, даю больше поговорить гостю. Я же не журналист, у меня есть цели определенные, я действую чуть по-другому. Вот и все. Нет, Twitter не хватает рук уже на все. Олег Хроленко, спасибо, только не считайте себя простым. Все начнется с того, когда все украинцы перестанут себя считать простыми. Попадалось видео в Тиктоце с вынником. Людина просто відверта бреша, огидна просто. Так конечно, ну я же вам говорю, ну как юзать Украину, как сказки рассказывать, пожалуйста. Вовчицы, я вас кохаю, бабки собирать стадионами хорошо. В том войнах случилась, то тебе что, на фронт кто-то гонит? Ну, может там кто-то и гонит, но я точно не гоню, и вы тоже. Ну, выйди как-то, скажи что-то. Ну, ты же, блин, миллионная аудитория у тебя есть. Нет. Ну, поверьте, он останется хорошим. Смотрите, вот вас интересует Диана Панченко, вот вы про Жириновского говорите. А Жириновский негодяй, талантливейший негодяй. Его уже нету, и обсуждать его нечего. Бизнес-три мы сейчас не веду, сделаем закрытый клуб. Я, наверное, Google Форум сделаю, чтобы уже посмотреть, сколько будет заявок, и придумаем. Меня уже люди буквально душат и давят. Чувствую, что уже многие, блин, в пирамиды финансовые вложились, из-за того, что я тянусь этими. Не дождались. Нет, не смотрел. Ирак плюс Америк. Или Америка, что вы не дописали. Не смотрел. Как вы относитесь к созданию Сукербергом аналога Твиттера? Да полный бред. Все, что делает Сукерберг, оно превратилось в такое. Я Facebook этот вынужденно пользую, но это просто худшее из худшего, что только есть. Ну, типа Козерог, но я же сказал, я в это не верю. Да, видел, что Маск и Сукерберг хотят в октагоне драться, и скажу вам, что это такая дурь, и то, что они делают, это плохо. Вы знаете, что я ненавижу ММА, и я вообще сторонник это запретить, потому что как-то это проявление какой-то первобытности. А они такое делают, я, конечно, в этом не поддерживаю ни одного, ни другого. Можно было сказать, что им это надо для денег и хайпа, но эти люди владеют умами миллиардов. Огромные соцсети у каждого и миллиарды долларов у каждого. Это уже просто дурь в голову стреляют. Ну да, реклама ФБ топовая. Для бизнеса да, для рекламы да. Я говорю, как юзер, как пользователь. Ватсап не может до ума довести, пишут. Я про Корничука вам уже ответил. Я не думал, что мой спонсор меня может спрашивать про такого кадра, персонажа. Здравствуйте, Денис, как вы относитесь к бюджетному финансированию политических партий? Просто бредятина, которой мир не видел. Я тогда просто, когда-то, я просто в шоке был. Вы представляете? Это, если разобраться так, это с наших налогов финансировать чьи-то партии. Это просто в голову не попадает. Не чьи-то, а олигархов, потому что 5% проходной порог в такой большой стране. Надо сократить порог до 1-2%. Тогда да. Денис, вы говорили в своей программе про приватизацию всех госпредприятий. Вопрос, как провести это в жизнь, чтобы не повторить, как Кучма сделал. Значит, Кучма проводил прихватизацию, а я говорил про приватизацию. Приватизация, это когда все имеют одинаковый равный доступ, ну, кроме русских и аффилирования с ними. Проводится специальная проверка. Дальше, если не продалось, то голландский аукцион. Голландский аукцион, это не то, что проводится в Голландии. Это когда поставили предприятие цена 100 миллионов долларов. Ну, это можете найти за гугли, я, может, как-то подробнее расскажу, я смысл расскажу. 100 миллионов долларов. Никто не купил, дальше, где-то 80 миллионов долларов. На понижение идет цена, пока не купят. Чуть-чуть другой принцип. Нет, рестлинг это нормально. Не, не, рестлинг это шоу, это класс. Американцы балдеют от этого. Я про ММА, где реально. В случае изменения власти в Украине, от которой вы вынуждены уехали, и отмены их претензий к вам, вы вернетесь, учитывая ваше искреннее желание изменить Украину, на месте вы сможете больше. Это такой хороший, тяжелый вопрос. У меня же никаких формально, никаких претензий мне же не предъявлял офис президента, власть. Понятно, что там это все существует, но есть же масса всего другого. Тут такой тяжелый очень вопрос. Как бы вы, по смыслу, вы правы. Это же Украина, надо не забывать. Кроме того, вы говорите власть. Я хочу сейчас многим сказать, друзья, поставьте лайки, это важно, даже 4 тысячи не собрали. Смотрите, какая ситуация. Вот сейчас там Ермак, 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 а вы понимаете, что может быть такая ситуация, что следующий президент станет, например, Порошенко, условно, и с Ермаком договориться, и, например, премьером будет Ермак, неприкосновенность, все остальное. Да, такое тоже возможно. Кроме того, сейчас Зеленский, ой, молодой парень, супер, весь мир балдеет, а всей юридической судебной системой рулит Татаров, который рулил при Януковиче вместе с Портновым. Вот вам и все. Так, понимаете, сейчас представьте, что Татаров останется, Татаров может посадить в тюрьму любого. Был бы человек, а дело склепается. Все, если будет такая команда дана. В этом же и ужас всего происходящего. Богдан Чайка, спасибо, вы как всегда в точку. Вот Богдан Чайка пишет, вставайте спонсорами, чашка кавы, и вы уже вплываете на политику. Это можно, знаете, как лозунг взять, лозунг взять, что по цене чашки кофе вы влияете на политику. Это правда, это правда. В современной технологии нам это позволяют. Сергей, тут дело вкуса. Я свое мнение сказал. У меня многие друзья МММ обожают. такое дело. Денис, добрый вечер. Почему конфликт Поворознюка-Гордона утих, договорняк? Ну, договорняк как-то здесь неуместно, это же не деньги какие-то делят. Вмешались некие люди и повлияли на ситуацию. То есть просто принято было решение замолчать двоим одновременно и не возвращаться к этому. Все. Без объяснений, без ничего. Моя думка про Трампа, людина, яка выкликает довіру, людина, яка долго наколивается, а вправе надея. Богдан Мартинюк. Видите, а у многих он не выкликает довіру. Но отрицать то, что это человек решительный, со стержнем, твердыми взглядами, это просто бесполезно. Денис, ваше отношение к Днепропетровским офисам. Антон, вы считаете, что я могу такую мерзость поддерживать? Кстати, один офис дает 200 тысяч долларов чистой прибыли в месяц. Вот и все. А замешанные крышуют там. Я все это знаю. Ну, я плохой, Зеленский хороший. Понимаете, в чем дело? Я плохой, Зеленский хороший, а министр МВД собирается наказывать мужчин, которые нелегально выехали. Ну, ничего, ничего. Супер государство вообще обалденное. Я плохой, а не хорошее, безусловно. И про окоп у них никто ничего не спросит, и про фронт. Там все будет вот так. Польша одна из наикращих краин в свете, кто в теме, то и в курсе. Единый минус близкость до совка, нажаль. Вы имеете в виду географическое, да? Кстати, интересно, вы напомнили мне. А напишите, кто конкретно живет или жил в Польше? Правда, что поляки, ну, понятно, что они националисты, что у них возникает сейчас некоторое к украинцам такое, нарастает отражение, типа, что вы сюда приехали, валите, надоели, есть такое или нет? Такое просто стал часто слышать, интересно. Пока вы будете отвечать, люди, значит, вопрос. Добрый вечер, если выяснить, что все украинцы, которые выехали, повернулись, у нас стала нормальная влада, нормальные реформы, за сколько мы сможем перегнать Польшу по ВВП? Два года, утверждаю. Догнать, догнать, то есть, сделав все процессы правильно, да вы что, это космос, это космос. 600 миллиардов ВВП за два года будет. Все выйдет с тени инвестиций, нереально. Если будет 50 миллионов населения, или даже 45. Да, про то, в едином простире бачил, но еще не вникал. Да, люди пишут, что правда. Так, Борщевская. Такое завжди было, но помирно завжди найдутся дурики. Ну, то есть, это не большинство все-таки, меньшинство, да? Поляки устали от количества украинцев, преступность выросла в Польше. Пишут, что наши себя ведут ужасно, не все, но просто ужас. Я понимаю, о чем вы говорите. Я недавно себя два дня назад на Майами-Бич увидел, два чудака идут. Ну, человека с России и с подсоветского союза с вероятностью там 80% можно сразу увидеть, но так по шорте и по футболкам, какие он носит. Идут два такие, знаете, вжалась уже голова и вот так с сигаретой. Ну, смотрю, ну, точно красавчик и слышу русская речь. Ну, все. Это вы мне напомнили просто своим комментарием. Нет, нарастают вопросы, что поляки помогают, у нас воруют. Знаете, сколько такого будет? Конечно. Это еще поляки знают, знаете, один процент. Если поляки знали про всех этих татаровых, резниковых и все остальное детальнее, чем или про эти дороги, барабаны и стадионы, они бы выгнали, наверное, уже всех украинцев физически. Сами люди. Знаете, как стыдно. Мне стыдно просто. Но тут ключевое, знаете, в чем? Что к нам отнеслись все страны мира лучше, чем свое собственное государство. Просто, просто. Я пока в Германии не слышал никаких жалоб. Мы же про Польшу. Живя в Германии, общаясь с коренными немцами, многие уже устали от войны. От войны устал весь мир. Я вам это ответственно заявляю, потому что я мониторю все СМИ и много людей и знакомых у меня живут в разных странах. И я точно говорю. Я вам скажу больше. Американцы уже 80% СМИ. ничего хорошего про Украину не говорят. Я вам это честно могу сказать. Уже там называют... Ой, ладно, не хочу. Я в Польше лично не сталкиваюсь, но дети на площадке часто слышат, если украинцы, то могут оскорбить. А за русский язык как отношения в Польше? Со мной жили украинки в гостинице, пили спиртное каждый день, поляки это все видят. Не, ну Польша националистическая страна. Они сделали когда-то свой выбор, это все мы видим. Осуждать их. Американские СМИ советую все, потому что картину нужно цельно видеть. Все. Центрально вы все знаете. И Фокс, и СНН, и Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк Таймс, и помойки, и это все своего рода помойки. Мир и информационное поле, медиа изменились. Все сейчас по-другому. Не так, как раньше. Что ты кого-то читаешь, все 100%. Нет. Сейчас надо зачитать все. Такое встречается, но разумная людина достатку себя так не ведет. Такие рухи завжди снизу общества стартуют. Да, я понимаю, что я обращаюсь. Очень хорошо. Я примерно так и думал. Просто мне интересно было мнение многих людей. Так, за русский язык человек написал, Дмитрий, удалил, я не успел прочитать. Ага, вот, за русский язык все норм, но по нам слышно, что мы не русские. О, это интересно. Не, ну, у меня, например, киевский акцент, я шокаю, у меня Гэ там не чистая, поэтому и я это слышу у других, это понятно сразу. Бокс люблю. Сын, год учитель, Киев, зарплата 5-700, уходить в официанты? Да. Да. Конечно. Его нельзя было допустить, чтобы он туда пошел работать. Это унижение человеческого достоинства, я считаю. в Украине баксов 150-200 должна быть только пособие по безработице, а это зарплаты здесь называют. Это я еще в своей программе к этому придет время. Там же под пункты, вы же знаете, что я сразу предупредил, что эта программа по верхам. Да, про пенсию я сказал 300 долларов, и главное, сказал механизм, как ее сделать. Пособие то же самое, при том, что чистый капитализм, но многие не понимают, что чистый капитализм подразумевает и такие вещи. живу 4 поняли о чем я. Но это просто... не хочу. Чему тягнуть ЗФ-16, разумеется, что для вдалагонаста повиция потребна. Я сказал, боятся Путина. И показатель, кстати, с ЧВК Вагнер, с Пригожиным, это все еще одно подтверждение, как они боятся Путина. Ведь я, когда предположил, и, честно говоря, был уверен, что это точно с подачи ЦРУ. Понятно, там какие-то... Я не верю, что у него нет неформальных контактов с западными разведками. Ну, допустим. Я был уверен, что это наши ГУР, ЦРУ, Пригожин, погнали, переворот. Нет. Если бы это было так, дело было бы доведено до конца. Но они знали, что он готовит. Это уже во всех прессах американских все. Они знали. Как вы, зная такое, не подпитали это, не подстегнули? Знаете, почему не сделали они это? Боятся ядерного удара. А знаете, почему боятся ядерного удара? Трамп рассказал. Потому все очень сложно. Это ответ на вопрос, почему там многие Капутина ликвидировать. Все боятся ядерного удара. Потому все это делается. Разведка... Вот так. Все делается гораздо более тонко. Так, да, Стивчик, то, что вы пишете по поводу Патрика Бет Давида, что он говорит в шоу, что Украина не состоявшееся государство. Я, конечно, смеюсь с них, потому что, если бы он меня позвал, я бы ему рассказал, как дела на самом деле обстоят. Но, да, они так видят. Мне неприятно, но они так видят. И нельзя сказать, что они ошибаются на 100%. Ну, конечно, мне это неприятно, как украинцу. Яна Матвичук, бизнес-арена, начище не пыталы. Сейчас она на стороне добра, можно было с ней бы пообщаться. Так как она вела себя раньше, мне не очень нравилось в некоторых моментах. Но она в теме, она в теме. И она реально успешный предприниматель. Чиновники плохие, Гетьманцев плохой, Резников плохой, но Зеленский хороший, бояре плохие, Цаи хорошие. Владислав, ну вы показываете просто, что вы дурак. Если вы мне прописываете то, что я сказал, что Зеленский хороший, значит вы дурак просто. И с вас сейчас просто 3300 человек посмеялись, когда я прочитал этот комментарий. Да и все. Говорят, что дочку выкрали Пригожина. Читала такую версию. Значит, западная пресса пишет, The Telegraph, по-моему, я не помню, значит пишет, что ФСБ вышла на всех, на все семьи, всех лидеров. Пригожин же там, и это верхушка айсберга, но есть важные люди, которых мы не знаем вообще, даже фамилии. Вышли и сказали, что если будет продолжено, то просто семьи, вы поняли. Все. Что скажете насчет заявления Шольца, что война в Украине надолго? Наверное, что-то знает. Ну, надолго, знаете, я вот страшно не люблю, почему я люблю конкретику, не люблю абстрактные вот эти вот. Я говорю, что не дольше, чем полтора года, до инаугурации нового президента США. Так, я же и про пенсию 300 долларов, и мои реформы не для власти Украины написаны, а для других людей. Они же не пишутся под власть. Вы не путайте. Друзья, бизнес-контент будет в правильное время. Прибрати, можливо, но такие операции, вы спрашиваете про прибрати Карлика, можливо, но я ж только что минуту назад сказал, все боятся ядерного удара в случае срыва, операции. Вы представляете, какая-то тонкая операция? Это, пожалуй, уже самая последняя опция у Запада. Я российскому и польской школе навіть выучал на выборах между Испанской, Немецкой и Россией. Ничего себе. Варвара Бачай. Не так глубоко в материале. Я всегда за мультикультурность в Украине, за все мульти, однозначно. Ситуация со светом будет хуже, ты зимой? Пожалуйста, друзья, не вкатывайте меня в состоянии гадалки на картах Таро. Уверяю, уверен, вернее, что Путин планирует блокауты устраивать. Получится или нет, дай бог нет. Евгений Викторович Пригожин на стриме пишет «Привет всем с Ростова». Евгений Викторович, так вы же вроде как в Беларуси. Денис, какова вероятность победы Трампа на выборах, ваше мнение? 99%. Денис, как думаешь, Байден попытается закрыть кейс по Украине до начала предвыборной кампании? Да, нет, стоп-стоп-стоп-стоп, предвыборная кампания уже идет, она уже идет, по факту. Официально она стартует за год, все это понятно. Почему я так уверенно говорю про 25-й год? Потому что, да, я хочу, чтобы был Трамп, Трамп точно закончит, но Байдену невыгодно заходить в позицию вот этого вот уже преддверия выборов. Ну, представим ситуацию через год, берем там июль следующего года, когда в октябре или ноябре 24-го выбора. В следующем июле Байден не может, чтобы была ситуация такая, как сейчас. Как он эту тему расскажет людям и на праймарис, я потратил кучу миллиардов долларов ваших, ничего не решил, нет, ему нужно окончание войны. И я утверждаю, что весь Запад за мирные переговоры. Ну, я просто, поверьте, я знаю, что я говорю, весь Запад за переговоры. Почему Зеленский это не говорит, я тоже вам объяснил. И тут, как бы я его не презирал, я не могу его за это осуждать. Я понимаю, что он делает. Так, как можно пояснить отсутствие каких-то обстрелов в сторону урядового квартала? За полтора года ничего даже не летело. Какие домовленности это заперечить тези про намер России перемогти полностью? Я вам рассказывал уже эту историю. Вы, наверное, не так давно подписаны. Значит, в свое время, когда еще премьером Израиля был Нафталл Беннет до возвращения Нетаньяху, была встреча в начале войны с Путином. Путин уверил его, что не собираются военно-политическое руководство убивать. После чего Зеленский начал записывать видео уже с улицы. Поэтому, конечно, неформально есть такое, что он туда не будет стрелять. Ну, прямым ракетным ударом. На всяком случае, пока. Многие украинцы, которые находятся в Германии, верят, что Зеленский лучший президент. Как так можно? В этом парадокс ситуации очень легко любить Зеленского на расстоянии. Ой, как легко. Ну, это такое, знаете, видимо, это закономерность. Я вам скажу, не только в Германии. Вы сейчас соберите всех украинцев вне Украины. 95% из них скажут, что Зеленский лучше из лучших. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на меня здесь, в Ютубе, в Телеграме, становитесь спонсором канала, не выходите со стрима, пока не поставите лайк. Это очень важно. Да, я тоже надеюсь, что Трамп станет президентом и сделает аудиторию. Во что вы верите? Только не баньте, а вы верите в Бога, я нет, пока. Вопрос не для стрима. Да что я вас баню? За Минору тоже договорились. Да вы просто чокнутые. Или чокнутые. Так же, как россияне в Германии любят Путина. Да, да, да. Что-то в этом есть. Вы пропонуете мирные переговоры на каких умовах? Я уже сто раз рассказывал свою точку зрения. Уже 2 часа 10 минут вышло, нет сил. Спасибо, друзья, всем, кто был на стриме. Просто находите прошлые стримы, послушайте, если хотите. На следующей неделе будет интересно. Я вам точно говорю, будет интересное видео. От темы Зеленского уже чуть устал. Надо говорить о чем-то еще. Если он, конечно, ничего такого не выдаст. Денис, хочу, чтобы вы подключили систему донатов на стриме. Будет намного интереснее. К тому же, каждый сможет поддерживать канал 1HD. Хорошо, хорошо. Я вас услышал. Спасибо за поддержку. Все, на связи. Друзья, подписывайтесь везде, подписывайтесь знакомых, адекватных и ставьте лайки. Пока. Спасибо, что уделили время. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,